Его отец был франкомасоном и часто рассказывал сыну о влиянии, которым обладали тайные общества. Между франкомасонами и корпорациями подмастерьев существовали некоторые связи. Сеть таких тайных содружеств, связанных взаимной поддержкой, опутывала Францию. Из мемуаров бывшего каторжника Видока, ставшего затем главой сыскной полиции, читатели узнали о нерушимой солидарности, существующей в преступном мире. Примечание. Видок, 1775-1858 годы, уголовный преступник, ставший затем начальником Парижской сыскной полиции, в 1829 году выпустил свои мемуары. Бальзак лично знал Видока. Видок — один из прототипов образа Ватрена. Тайные сообщества отвечают исконной потребности человеческих существ. Посвящение в тайну. Магические узы восходят к самым древним цивилизациям. Бальзаку больше, чем кому-либо нравилось рисовать в своем воображении, человека или людей, подобных богам, царящих в Париже и во всем мире. Он с наслаждением создавал образ Феррагуса, предводителя деварантов, сверхчеловека, сурового и неукротимого, одного из тринадцати, а читатели Ревю де Пари с не меньшим удовлетворением знакомились с этой фантастической повестью, действие, которое происходило в их время и в том обществе, где жили они сами. Сказка «Тысячи и одной ночи» словно сошла на Париж. По его ночным улицам бродили тринадцать поборников справедливости. Всякий, кто начинал читать Феррагуса, не мог оторваться от книги. Заключенная в крепость Блэ герцогиня Берийская прочла повесть «Феррагус» и просила своего врача доктора Миньера узнать у Бальзака, с которым тот был в дружеских отношениях, конец этой демонической истории. «Доктор Миньер Бальзаку, над вашим произведением плакали, стинали. Спасибо вам, чародей, вы заменяете узником проведение». Бальзак, обрадованный и польщенный, ответил. «Заменять проведение узника, мой дорогой Миньер, самая прекрасная роль, которая только существует на свете, и возможность принести утешение одному из всех ангельских созданий, которых именуют женщинами, особенно если создание это почему-либо страдает, для меня дороже самой громкой славы». Он объявил о том, что пишет новый эпизод из истории тринадцати, который будет называться «Не прикасайтесь к секире». Это была будущая повесть Герцогиня де Ланже. В ней должна была найти своеобразное отражение истории неудачной любви к Андреэти де Костри. Бальзак готовился мысленно вкусить жестокое мщение. Тринадцать должны были заклеймить раскаленным железом знатную и вероломную кокетку. После чего автор для спасения ее души намеревался отправить героиню повести в обитель кармелиток. Такой монастырь находился неподалеку от его дома на улице Косини, и пение монахинь умиляла писателя. Однако он признается, что эта фабрика идей совершенно изматывает его. Столь неистовый труд требовал непосильного напряжения. И Бальзак уже с той поры, когда он жил в мансарде, прибегал к возбуждающим средствам, главным образом кофе, который прогоняет сон. Кофе, какой пьют простые смертные, оказывает свое действие всего две-три недели. «По счастью, этого времени достаточно, чтобы написать оперу», — говаривал Россини. Бальзак продлевает этот срок, увеличивая крепость напитка. Он обнаружил, что, во-первых, кофе, истолченный по-турецки, гораздо вкуснее молотого, что, во-вторых, кофе действует куда сильнее, если его залить холодной водой, а не кипятком, что, в-третьих, напиток будет оказывать свои действия на неделю или даже на две дольше, если уменьшить количество воды, чтобы получилось гуще, некий кофейный экстракт. Если пить кофе натощак, он обжигает стенки желудка, заставляет его резко сжиматься, сокращаться. И тогда все приходит в движение. Мысли начинают перестраиваться, подобно батальонам великой армии на поле битвы, и битва разгорается. Воспоминания идут походным шагам с развернутыми знаменами, легкая кавалерия сравнений мчится стремительным галопом, артиллерия логики спешит с рудийной прислугой и снарядами, остроты наступают цепью, как стрелки. Словом, бумага покрывается чернилами, подобно тому, как поле битвы окутывается темным пороховым дымом. Книга входит в строй, сердце писателя выходит из строя. Литературный Париж утомлял Бальзака и вызывал в нем отвращение. Какая вся эта грязь! Он писал чужестранке «Весьма несправедливо, что Виктор Гюго, женившийся по любви и ставший отцом прелестных детей, ныне тешится в объятиях недостойной куртизанки». Он, Бальзак, благодарение Богу, избежал этой трясины, ибо небо даровало ему нескольких друзей с возвышенными сердцами. Это Лора, дама из Ангулема, Зельмакаро, живописец Огюст Борже, сестра Лора, а теперь к ним прибавилась милая чужестранка. Ах, пусть она почаще пишет ему. Умоляю, расскажите мне подробнее, так ласково и вкратчиво, как вы умеете, о том, как течет ваша жизнь час за часом. Позвольте мне как бы стать очевидцем всего. Напишите мне места, где вы живете. Все, вплоть до обивки мебели. Пусть мой мысленный взор, обращаясь к вам, повсюду вас находит. Пусть видит вас, склонившийся над вышиванием, над начатым цветком. Пусть всякий час следует за вами. Если бы вы только знали, как часто усталый мозг жаждет отдыха, но отдыха деятельного, как благотворны сладостные мечты, когда я могу сказать себе, в эту минуту она там-то или там-то, она смотрит на такую-то вещь. Ведь я считаю, что мысль способна преодолевать и расстояние, что у нее достаточно силы, чтобы побеждать их. В этом мои единственные радости, ибо жизнь моя наполнена непрерывным трудом. И каким трудом? Побуждаемый стремлением создать колоссальный памятник и постоянной нуждой в деньгах, Бальзак подписывает договоры уже не на отдельные романы, а сразу на серии романов. Гаслен будет издавать философские этюды, мам-этюды о нравах. Но, несмотря на свою невероятную работоспособность, писатель не в силах выполнить взятые обязательства. Он обещал десять томов, но хотя он работал днем и ночью, всякий раз оказывалось, что книга не готова к сроку, и тогда Бальзак совершал поистине нечеловеческие усилия. Бальзак Зюльмекаро Надо вам сказать, что я погружен в неимоверный труд. Я живу как заводная кукла, ложусь в шесть или семь часов вечера вместе с курами, в час ночи меня будит, и я работаю до восьми утра, потом сплю еще часа полтора, затем легкий завтрак, чашка крепкого кофе, и я вновь прягаюсь в упряжку до четырех часов дня, затем у меня бывают посетители, или я сам куда-нибудь выхожу, или принимаю ванну. Наконец, я обедаю и ложусь спать. Такую жизнь мне придется вести целый месяц. В противном случае невыполненные обязательства поглотят меня. Доходы растут медленно, а долги неуклонно увеличиваются. Правда, ныне я уверен, что у меня будет большое состояние, но надо набраться терпения и работать еще года три. Надо переделывать, исправлять, во всем добиваться монументальности. Какой неблагодарный, ни для кого незаметный труд, к тому же без ощутимых результатов. Ко всему еще женщины безостенчиво отнимали у него столь драгоценное время. Нет, не госпожа Декастри. Неслыханная холодность постепенно пришла на смену чувству, которое я считал страстью охватившей сердце этой женщины, ведь она в начале нашего знакомства вела себя достаточно благородно. Но зато герцогиня Добрантес, например, спрашивала у Бальзака, жив ли он еще, и сетовала, что так редко видит его. Благоразумная зюльма заклинала писателя осерегаться супругов Жерарден. Он просто спекулятор, а она бездушна. Если бы вы по-прежнему общались с людьми простыми и здравомыслящими, как мы, насколько вы были бы счастливее, пусть даже ваши произведения утратили бы от этого некоторые свои краски. Друзья всякого писателя неизменно советуют ему не видеться ни с кем, кроме них. Доктор Накар уже в который раз настоятельно рекомендовал Бальзаку отдохнуть, и писатель провел в Ангулеме вторую половину апреля и первую половину мая 1833 года. А в Париже Бальзака снова ожидали крупные неприятности. Новый журнал «Эроп-Литерер» предложил к его услугам свои страницы. Бальзак согласился и отдал туда теорию походки, блестящую вещицу в духе Лафатера. Для этого журнала он готовил и новую сцену провинциальной жизни, роман Евгения Гранде. Издатели «Гослен» и «Мам» пришли в ярость от такого вероломства и в негодовании потрясали невыполненными контрактами. «Мам» порвал с Бальзаком все отношения и обратился в коммерческий суд. Бальзак в отместку поступил совсем по-ребячески. Он отправился к типографу Барбье, его бывшему компаньону, в чьи руки перешла, а затем их общая типография, чтобы рассыпать набор сельского врача. В этой войне писатель был обречен на поражение, ибо право было не на его стороне. Тогда он попросил Лору Добрантес, который в свое время представил издателя «Мама», ныне выпускавшего ее произведение, вмешаться. По уверениям госпожи Добрантес, она защищала Бальзака, как сестра защищала бы любимого брата. Она убеждала издателя, что «Сельский врач» — самая прекрасная книга на свете. В награду она хотела, чтобы Бальзак навестил ее, приехал как-нибудь в ее уединенное жилище в час, когда день уже угасает, а ночь еще не наступила. «Приезжайте же поскорее, а главное, рассчитывайте на меня, как на лучшего своего друга». Но он не приехал и даже не поблагодарил ее. А поступил совсем уж нелогично. Отверг посредницу, к которой прежде обращался за содействием. Бальзак, герцогиня Добрантес. «Вы оказали мне дурную услугу», заговорив о моем произведении с отвратительным палачом, чье имя «Мам». На его совести кровь и банкротство многих. «Теперь он хочет прибавить к слезам разоренных им людей горе еще одного бедного труженика. Разорить меня он не сможет, ибо у меня ничего нет, и он попытался меня очернить, он терзал меня. Я не еду к вам потому, что не хочу встретиться с этим висельником». Такая несдержанность не шла на пользу Бальзаку, и третийские судьи признали, что он неправ. Писатель утешался, размышляя о славе, которую принесет ему сельский врач, наконец-то вышедший в свет 9 сентября. «Право же, думаю, что я могу умереть спокойно, ибо я подарил своей стране великое произведение. По-моему, книга эта стоит больше многих законов и выигранных сражений». Это Евангелие в действии. Сельский врач не был обычным романом. Доктор Бенасси, известный врач, который в силу таинственных причин решил искать в затерянном уголке Альп мрак и тишину, радушно принимает своего гостя, майора Жанеста, в горном селении, которое он, Бенасси, возродил к жизни. Он знакомит майора с обитателями селения, с Кюре Жанвье, с трогательной могильщицей, одной из героинь романа Бальзак дал священное для него имя Эвелина, со старым наполеоновским солдатом Гогла. Денасси излагает свои политические взгляды, взгляды самого Бальзака. Он противник всеобщего избирательного права и предрекает, что успехи буржуазного либерализма вскоре приведут к долгой борьбе между буржуазией и народом, который увидит в ней новую, но только более мелочную знать. Предположим, что во Франции сто пэров, они будут причиной сотни столкновений. Упраздните титул пэра, и тогда все богачи станут привилегированными людьми. Социальное неравенство умножает причины для столкновений. В этом романе Бальзак выступает не как реакционер, а как революционер, созидатель. Он отмечает, что народу в деревнях становится все меньше, говорит об опасном росте числа людей, вырванных из привычных условий жизни и потому озлобившихся. Человек, желавший быть одновременно правдивым бытописателем французского общества своего времени и властителем Дум, не мог оставаться равнодушным к таким явлениям, справедливо замечает Бернар Гийон. Его герою Бен-Асси удалось возродить к жизни уголок французской земли. Каким образом? Прежде всего, потому что он считался с реальной жизнью. Ведь законы надо издавать не для ангелов и не для чудовищ, а для крестьян, таких, каковы они есть. Суровость этих людей объясняется сыровостью их жизни. Важно внедрить в их умы понимание того, что у них есть общие интересы. В этом отношении нынешние реформаторы согласны с Бальзаком. Ассоциация, кооперация, укрупнение земельного хозяйства. Все это требует времени и терпения. Для того, чтобы добиться успеха в подобном начинании, говорит Бен-Асси, надо каждое утро находить в себе запас редчайшего терпения, хотя со стороны кажется, что оно тебе ничего не стоит. Терпение педагога, беспрестанно повторяющего одно и то же. Читатель присутствует на посиделках крестьян. Зарывшись в сено, Ден-Асси и его гость слушают чудесные народные сказки, вроде той, где говорится о храброй горбунье. Затем старый наполеоновский солдат Гогла рассказывает об императоре. Видите ли, други, Наполеон родился на Корсике, остров-то это французский, да припекает его солнце Италии. И вот уже развертывается гигантская эпопея, которая дышит простодушной поэзией. Этот вставной эпизод не имеет никакого отношения к сюжету книги. Возможно, даже, что он был написан автором для пресловутой битвы, но он пользовался таким огромным успехом, что его несколько раз издавали отдельно. Наконец, Женэста выслушивает исповедь доктора Беноси. Как известно, сохранились две ее версии. Первая была написана в то время, когда Бальза гневался на госпожу до костри, и сельский врач, его герой, был доведен до отчаяния некой кокеткой. Согласно второй версии, герой книги искупает своим затворничеством грех молодости. Оказывается, он причинил горе двум юным девицам. Произведение это довольно рыхлое, но тем не менее оно не лишено своеобразной прелести. Зюльма Коро с похвалой отозвалась о сельском враче. «В добрый час! Мне нравится, когда вы пишете такие вещи. В книге нет ненужного остроумия, и это делает ее в моих глазах особенно прекрасной». Но как раз это обстоятельство и отвращало от книги читателей и критику. Женщины не находили в ней того, что привыкли искать у Бальзака. Политические противники, писатели, обрадовались. Бальзак госпоже Ганской. Все здешние газеты нападают на сельского врача, и каждая из них норовит вонзить кинжал. Фельдетанисты утверждали, что Бальзак разбирается в лесоводстве, в сельскохозяйственных работах, понимает, как надо управлять сельским округом, но добавляли они, ведь публика ждала от него романа, а не мешанины из гигиены, политики и морали. Писатель не сдавался. Он был уверен, что в один прекрасный день, подобно Вольтеру, покорит образованный мир, Европы. Он был уверен, что придет время и читатели поймут, сельский врач это Евангелие в действии. Наконец, он был уверен, что книга будет удостоена премии Монтиона. Французская Академия, увы, приняла иное решение. В предисловии к этому роману, который автор так и не опубликовал, он утверждал, что не подписал книгу своим именем, ибо не хотел получать премию Монтиона. Если бы по воле случая Академия пожелала наградить его определенной суммой денег, его самолюбие было бы уязвлено. Он бы решил тогда, что сочинил какую-нибудь глупость, тогда как он стремился зажечь простые сердца, которые способны прийти в волнение, почувствовав непритязательную поэзию добра. Но, насмехаясь над добродетельной глупостью покойного Монтиона, Бальзак был глубоко задет приемом, оказанном книге, которой он отдал столько труда и сил, и ему вновь захотелось сбежать из Парижа. Чтобы утешиться, он задумал повидать, наконец, чужестранку. Эвелине удалось уговорить своего мужа повезти ее в Швейцарию, в Невшотель, родной город гувернанки Андриетты, Боррель. В ту эпоху всякий русский богач отправлялся в путешествие в сопровождении целой свиты. Анна Ганская, ее воспитательница, две старушки-родственницы, слуги, словом, вся верховня поселилась в Невшотеле в доме Андрие, расположенном против гостиницы Фокон. Ожидая Бальзака, чужестранка писала, что боится его. О нем рассказывали столько самых невероятных историй, а что, как он опытный по весу, холодный, расчетливый. Бальзак госпожа Ганской О, моя незнакомая любовь, не бойтесь меня, не верьте ничему дурному, что обо мне говорят. Я просто ребенок, вот и все. Ребенок гораздо более легкомысленный, чем вы полагаете. Но зато я чист, как дитя и люблю, как дитя. Женщина всегда была для меня мечтой. Всякий раз я протягивал к ней руки, но меня ждало разочарование. Да, разумеется, он приедет. После долгой борьбы он нуждается в отдыхе. Он прибудет под чужим именем, скажем, под именем маркиза Дантрак. Всякий насторожится при имени господина Дабальзака. Но кому известен господин Дантрак? Никому. Он так привык жить силой своего воображения, что уже заранее описывал ей их будущую встречу. Я вижу ваше озеро, а моя интуиция порой столь безошибочна, что я уверен, увидев вас наяву, я воскликну, это она. Она это ты, любовь моя. Находится великолепный предлог, чтобы оправдать поездку, ни в ком не пробуждая подозрений. Бальзак вынашивал замысел грандиозного делового начинания. Речь шла о продаже книг по подписке. Каждый том должен был стоить один франк. Словом, он предлагал создать нечто вроде клуба книголюбов. Каждый месяц будет выходить по роману. Тиражи намечались огромные. У него уже были даже компаньоны. Он предложил акции будущего общества Зюльме Каро Сюрвилю. Но для этого дела требовалась особая бумага, тонкая и прочная, наподобие китайской. Ее можно было изготовить в Безонсоне. А вот Безонсона до Невшотеля рукой подать. Чего уж проще. Но осуществить само свидание было не так просто. Ему было известно только, что чужестранка остановилась в доме против гостиницы Фокон. Как он узнает графиню? Десять лет спустя, 29 февраля 1844 года, Бальзак напомнил Ганской ту минуту, когда он впервые увидел ее издалека. Ах, вы все еще не знаете, что произошло в моем сердце, когда, очутившись в глубине двора, каждый булыжник в нем, наваленные доски, каретные сараи навсегда врезались в мою память, я увидел в окне ваше лицо. Все поплыло у меня перед глазами. И, заговорил с вами, я будто оцепенел, точно поток, внезапно замедливший свой неудержимый бег, чтобы затем снова силой устремиться вперед. Оцепенение это длилось два дня. Что она обо мне подумает? Страхи повторял я про себя, точно помешанный. В тот день на госпоже Ганской было платье из темно-фиолетового бархата, а любимый цвет бальзака был именно фиолетовый. Приехав в Невшотель, он отправил ей короткое письмо на имя Андриэтты Борель. Между часами четырьмя я отправлюсь прогуляться по окрестностям города. Все это время я буду любоваться озером, которого совсем не знаю. Могу пробыть тут столько времени, сколько пробудете вы. Известите меня запиской, могу ли я вам писать здесь до востребования, ничего не опасаясь, ибо я страшусь причинить вам хотя бы малейшее огорчение. Сообщите мне, Бога ради, как правильно пишется ваша фамилия. Тысяча поцелуев. С тех пор, как я уехал из Парижа, каждое мгновение моей жизни было заполнено вами. Даже любуясь долиной Травер, я думал о вас. Как очаровательно эта долина. Сохранился рассказ, будто во время прогулки Бальзак заметил даму, читавшую какую-то книгу. Она уронила платок. Писатель приблизился. В руках у незнакомки был его роман. Волнующее мгновение для обоих. Наконец-то после возвышенной переписки они предстали друг перед другом во плоти. Хотя в своем первом письме Ганская и писала «Ваша внешность ничего не может сказать о вашем пламенном воображении», она все же не ожидала, что встретит маленького кругленького человечка без передних зубов с растрепанными волосами. Однако, как это бывало всегда, светившееся умом лицо, сверкающее глаза, доброй улыбкой, пылкой красноречия Бальзака заставили ее быстро забыть о первом неблагоприятном впечатлении. «Вряд ли встретишь второго столь живого и островного человека», подумала она. Бальзак же увидел женщину с пышными соблазнительными формами, выпуклым лбом, несколько полной шеей и чувственным ртом. У нее был независимый и горделивый вид, в надменном лице угадывалось сладострастие. Ее неправильный выговор пленил его. Он стал бы боготворить ганскую, какой бы она ни оказалась, и потому был приятно обрадован. С кем же поделиться своим счастьем, как не с милой сестрою, которой он привык с детства поверять своей горести и радости? Бальзак Лория Сервиль 12 октября 1833 года Я нашел в ней все, что может польстить безмерному тщеславию животного, именуемого человеком. А ведь поэт, разумеется, наиболее тщеславная его разновидность. Но почему я вдруг заговорил о тщеславии? Нет, оно тут ни при чем. Я счастлив, бесконечно счастлив, как в мечтах, без всяких задних мыслей. Увы, окаянный муж все пять дней ни на мгновение не оставлял нас. Он переходил от юбки своей жены к моему жилету. К тому же наш отель маленький городок, где женщина, а тем более знатная чужестранка, не может и шагу ступить незаметно. Я чувствовал себя, как в горниле, не выношу, когда на моем пути помехи. Но главное это то, что нам двадцать семь лет, что мы на удивление хороши собой, что у нас чудесные черные волосы, нежная шелковистая кожа, какая бывает у брюнеток, что наша маленькая ручка создана для любви, что в двадцать семь лет у нас еще совсем юное наивное сердечко. словом, мы настоящая госпожа Делиньйоль, и мы так неосмотрительны, что можем броситься на шею милому другу при посторонних. Я уж не говорю тебе о колоссальных богатствах, какое они имеют значение, когда их владелица подлинный шедевр красоты. Я могу сравнить ее только с княгиней Бальджозо. Впрочем, она куда лучше княгини, тонны взор и одновременно полон дивной неги и сладострасти. Я был просто пьян от любви. Примечание госпожа Делиньоль, персонаж романа французского писателя Луве де Кувре, «Любовные приключения кавалера де Фабласа», 1787 год. Жена старого чудака барона, капризно избалованная женщина, склонная к любовным авантюрам. Господи, до чего красива долина Травер, до чего восхитительно озеро Биль. Именно там, как ты можешь догадаться, мы попросили мужа позаботиться о завтраке, но мы, увы, оставались на виду, и тогда в тени громадного дуба украдкой обменялись первым поцелуем любви. Нашему мужу скоро шестьдесят, вот почему я поклялся терпеливо ждать, а она сохранит для меня свою руку и сердце. Разве это не мило заставить мужа, похожего на каланчу, покинуть свою Украину и вместе с ним проделать шестьсот лье, чтобы встретиться с возлюбленным, который, ой, изверг, проделал всего лишь сто пятьдесят лье. Муж, боярин в очках и в пальто с меховым воротником, благосклонно отнесся к встрече, разумеется, случайной, с неизвестным писателем, естественно, проникся к нему симпатии. Венцеслав Ганский производил впечатление человека нездорового, и мысль о скором браке с его будущей вдовой казалась Бальзаку весьма правдоподобной. И какая партия? Владетельная графиня, повелевающая тысячами крепостных. Бальзак и Ганская обменялись клятвой верности. Они вместе побывали на острове Сен-Пьер, расположенном на озере Биль, это был поросший лесом клочок земли с крутыми берегами. Тотче же было условлено, что Бальзак на Рождество приедет повидаться с Ганской в Женеву, ибо отношение следовало закрепить. На сей раз, в противоположность госпоже Декастри, дама сама упрекала его в том, что он удовольствовался лишь поцелуем. Недобрая! Разве ты не прочла в моих взглядах, чего я жаждал? О, будь спокойна, я испытал все те же желания, какие женщина стремится внушить человеку, которого любит. И если я не сказал тебе, как пламенно я мечтал, чтобы ты пришла ко мне поутру, то только потому, что обстановка у меня была для этого совсем неподходящая. Этот нелепый дом таил столько опасностей, быть может, в другом месте все было бы возможно. Но зато в Женеве, мой обожаемый ангел, в Женеве, я выкажу ради нашей любви столько ума и изобретательности, что их достанет для десяти умнейших людей. Бальзак показался Ганской несколько вульгарным, но она почувствовала, что это бьющее через край жизнелюбие вполне извинительно. Он был просто великолепен, когда смотрел на прекрасную женщину или на прекрасный плод. Творения казались лучше творца, они представлялись более возвышенными, более глубокими, но это было лишь внешнее впечатление. Ведь создал-то их он, а никто другой. Обратный путь оказался для Бальзака очень мучительным. Ему не везло с дилежанцами, с ним обращались словно стюком, и он прибыл в Париж весь в синяках. В столице его, как обычно, подстерегали денежные затруднения. Против ожиданий все здесь обстоит из рук вон плохо. Люди, обещавшие вернуть мне долги, не сдержали слова. Зато моя матушка, которая, как я знаю, находится в стесненных обстоятельствах, выказала необыкновенную преданность. Правда, неожиданно появилась надежда. Госпожа Бэше, дочь издателя Бэше и вдова Пьера Адана Шарле, ставшая во главе фирмы, женщина богатая и привлекательная, предложила Бальзаку купить у него для задуманного ею издания 12 томов этюдов о нравах, куда должны были войти уже издававшиеся ранее сцены частной жизни и еще не выходившие в свет сцены провинциальной жизни и сцены парижской жизни. За все она предлагала громадную сумму от 27 до 30 тысяч франков. Кто-то теперь взвоет все лентяи, крикуны, писаки, дорогая моя возлюбленная, моя Ева, дело слажено, все они лопнут от зависти. Этот блестящий контракт позволил бы ему расплатиться со всеми кредиторами, разумеется, за исключением госпожи Бальзак, которая соглашалась ждать. Можно будет также дать отступного палачу издателю маму, который требовал своего фунта мяса, трех кардиналов или уплаты неустойки. Примечание в июле 1833 года Мам начинает процесс против Бальзака, требуя денежного возмещения за задержку рукописи сельского врача. По решению суда Бальзак должен был выплатить издателю маму 3000 франков. Моруа сравнивает поведение издателя Мама с поведением Шейлока, венецианский купец Шекспира. Три кардинала так и не были написаны Бальзаком. Для второго тона сцен провинциальной жизни госпожа Бэше просила автора срочно дописать еще 80 страниц. И Бальзаку пришлось в одну ночь набросать короткую повесть про славленный Годисар. Он придавал ей мало значения, то был лишь беглый портрет Камива Эжора один из тех современных типов, которыми Бальзак с удивительной плодовитостью населял страницы мод или карикатуры. Однако Годисару, чье имя восходит одновременно к двум французским словам «вольная шутка» и «насмешка», предстояла долгая жизнь. Камива Эжору вообще играет немаловажную роль в истории буржуазного общества. Он то самое звено, которое соединяет провинцию со столицей, человек, внедряющий парижские новшества в костную жизнь и захолустье. Начиная с 1830 года, он не только продает шляпы, калинкоры и парижские безделушки, но и распространяет идеи. Глобус, серьезный периодический орган Сент-Симонистов, который читает Гёте, и куда пишет Сент-Деф, обязан множеством своих подписчиков, каламбурам, постной физиономии и чисто раблезианскому остроумию Годисара, несравненного путешественника, образцового представителя этого типа людей. Эта своеобразная повесть посвящена совершенно неожиданно Маркизе де Костри. Правда, Бальзак написал ей яростное письмо, полное суровых сужений. Возможно, нежный прием, который оказала ему чужестранка, по закону контраста оживил в душе Бальзака давний гнев. Так или иначе, письмо его ошеломило госпожу де Костри. Маркиза де Костри Бальзаку, какое ужасное письмо вы мне прислали. С женщиной, заслужившей его, больше не встречаются, как не встречаются больше и с мужчиной, написавшим такое письмо. Вы причинили мне боль. Я еще должна просить прощения? Напрасно я вам пишу, от волнения я как в лихорадке. Для чего вам разбивать и без того уже разбитое сердце? Перед чужестранкой он похвастался, что принес ей в жертву госпожу де Костри. Но на самом деле ссора вскоре была забыта. Между Бальзаками и его прежней приятельницей вновь возникла беспокойная дружба. Надо сказать, что он был не в силах противостоять хотя бы малейшему соблазну, и в эту пору жизни, помимо старой связи с госпожой де Берни, больной, но по-прежнему преданной и тревожащейся за него подругой, завел тайную интрижку с примиленькой особой, наивнейшим созданием, дивным цветком, неспосланным небесами. Она тайком приходит ко мне, не требует ни писем, ни забот, и говорит, «Люби меня хотя бы год, а я буду любить тебя всю жизнь». У дивного цветка есть имя Марии Луиза Франсуаза Доминуа. Она супруга Гедюфрене, принадлежащего к почтенному судейскому семейству. В 1833 году ей было 24 года, и она ждала ребенка от Бальзака. Он посвятил ей роман, над которым в то время работал, Евгению Гранде. Марии, имя ваше, имя тое, чей портрет лучшее украшение этого труда, да будет здесь как бы зеленой веткой благословенного букса, сорванной неведомо где, но несомненно освященной религией и обновляемую в неизменной свежести благочестивыми руками во хранение дома. Если в образе Евгении Гранде Бальзак изобразил Мари Дюфрене, то мы можем представить себе ее облик. В Евгении крупной и плотной не было той миловидности, что нравится всеми каждому, но художник обнаружил бы в ней греческую красоту, одухотворенной пленительным христианским чувством. Спокойное чело скрывало целый мир любви и врожденного благородства, еще даже неосознанного ею самой. Богатое воображение стремится все приукрасить. Автор задумал Евгению Гранде как одну из сцен частной жизни. Все в этом произведении должно было располагаться вокруг удивительно бальзаковского образа папаши Гранде. Книга эта, остающаяся по причинам эстетическим, простота композиции, единства сюжета и по причинам нравственным, возвышенной любовь Евгении, преданность Нанеты Громадины, одна из самых прославленных книг Бальзака была, по мнению автора, всего лишь милой повестушкой, которую быстро раскупит. Он считал, что она ничтожна по сравнению с Луи Ламбером. В этом Бальзак ошибался. Все в его прекрасной книге привлекало читателя. Всем понятные и правдоподобные деловые начинания папаши Гранде, борьба, завязавшаяся между двумя кланами за руку богатой наследницы, картина внутренней жизни дома, противопоставление мрака и света в нем, суровость Гранде, доброта его жены, великодушие их дочери, но больше всего возбуждал интерес характер самого Гранде, одного из тех новоиспеченных богачей, возвышение которых бросает свет на историю их эпохи. «Жизнь скупца требует от человека постоянного напряжения сил», говорил Бальзак. «Быть может, это объясняет, почему верно изображенные скупцы вызывают такое острое любопытство. Однако Гранде не просто скупец, это человек, умеющий зарабатывать деньги, человек, для которого денежный вопрос, естественно, гораздо важнее всяких чувств». Старика мало трогает, что его племянник потерял горячо любимого отца, но он жалеет юношу, ибо тот потерял свое состояние. Занимаясь поставками для армии, Гранде дал взятку суровому республиканцу, сумел прибрать к рукам великолепные луга, принадлежавшие прежде монастырю. Подобно Бернару Франсуа Бальзаку, он слыл приверженцем новых Будучи мэром города Сомюра, Гранде добился выгодной для себя оценки в кадастрах, принадлежавшего ему дома и земельных владений. Реставрация открыла новые возможности его алчным устремлением – государственную ренту. Пятипроцентную ренту можно было приобрести в 1814 году за 45 франков, а шесть лет спустя продать за 100 франков. Гранде играл на реставрации, как он прежде играл на революции. Этот роман объясняет лучше, чем иные специальные труды, каким именно способом возникали громадные состояния представителей новой буржуазии. Из такого же теста, как Гранде, были во все времена те простолюдины, которые становились миллионерами. Быстрота замысла, быстрота его осуществления, экономия чувств, вот что создавало этих безжалостных гениев наживы. Действие Евгении Гранде развертывается в Самюре. Однако действие романа с таким же успехом могло бы происходить в Туре или в Увре. Пытались отыскивать в Самюре прототипы героев произведения, но Бальзак всего один раз был в этом городе и оставался там лишь несколько часов. Город послужил для автора только правдивым фоном, замечает Пьер Жорж Кавстекс. Ряд неточностей свидетельствует о том, что события, описанные в книге, происходят скорее в Туре и его окрестностях. Возможно, что, рисуя Гранде, Бальзак воспользовался некоторыми чертами господина де Савари тестья Маргонна. Но надо ли повторять, что, если автор знает свое ремесло, он никогда не станет списывать своего героя с какого-нибудь одного лица? Зюльмэ Карро образ Гранде казался малоправдоподобным. Во-первых, он слишком богат, утверждала она, никакая бережливость, никакая скупость не могут позволить Бачару сколотить такое состояние. Бальзак отвечал ей «Факты против вас. В Туре живет бокалейщик, у которого сейчас восемь миллионов. Господин Энар, некогда торговавший в разнос, владеет двадцатью миллионами. Тем не менее, в следующем издании я уменьшу состояние Гранде на шесть миллионов». Лори, у которой были такие же возражения, он писал «Но, глупенькая, ведь это правдивая история. Зачем же ты хочешь, чтобы я шел против вправды». Зюльма находила также, что Гранде слишком незауряден и прибавляла «В провинции не увидишь ничего незаурядного». Но Бальзак заботился не столько о сходстве, сколько о создании впечатляющего образа. У автора своя точка зрения, у читателя своя. Писатель уже в который раз стремился показать разрушительную силу навязчивой идеи, приводящей к распаду семьи. Опасная сила, заключенная в мысли, стала важнейшим положением философии Бальзака еще со времени Вандонского колледжа. Это мог бы засвидетельствовать его соученик Баршу де Пенуэн, ставший известным философом. Изобретатели и скупцы привлекали романиста накалом своих страстей. Но до сих пор он разрабатывал две различные жилы. философский роман Шагреневая кожа Луи Ламбер и сцены частной жизни. В своих произведениях 1832-1833 года Феррагуз Евгения Гранде Бальзак добивается синтеза. Каждое произведение существует само по себе, но каждая книга составляет вместе с тем часть некой системы. Бальзак уже провидит еще слабо освещенных глубинах своего сознания контуры будущей эпопеи. Он напишет все сословия. Он будет помещать своих героев в тщательно изображенную социальную среду. Будет анализировать социальную структуру городов, где происходят действия его книг. Он воссоздаст единый мир, где физические и нравственные особенности окажутся двумя сторонами одной и той же действительности. Отсюда длинные авторские рассуждения о Париже, о Сомюре, о походке женщины из общества, о том, как скупец бережет свои силы. Роман с драматическим сюжетом, от которого трудно оторваться, будет включать некий трактат в духе рассуждения Лафатера или небольшое эссе об архитектуре. Кювье по одной кости восстанавливал облик животного, Бальзак по одному предмету или дому воссоздает облик людей, городов и целых народов. Достойно удивления, что самый глубокий писатель своего времени лишь с трудом вынуждал критику принимать его всерьез. Несомненно, господин Де Бальзак никогда не напишет хорошего романа, утверждал Пельтан. Добиваясь появления статей, где бы признавалось его мастерство, Бальзак вынужден был сам их писать или же просить об этом своих друзей. Сент-Беф и прочие влиятельные критики относились к нему с обидным пренебрежением. Виктор Гюго нравился им благородством, тона, выбором сюжетов, олимпийским спокойствием. Бальзак не укладывался в рамки своего времени. Он описывал повседневную жизнь, денежные аферы, драматические чувства, и потому слыл тривиальным, вульгарным, а его веселое лицо, непринужденные манеры, возбуждение, в котором он постоянно пребывал, казалось, подтверждали суждение такого рода. Примечание Сент-Беф Шарль Огюстен 1804-1869 годы, влиятельный критик, поэт, всегда выступал враждебно по отношению к Бальзаку, был одним из наиболее непримиримых его литературных врагов. Бальзака в свое время особенно оскорбила статья Сент-Бева в «Ревю де Демонт» в марте 1840 года, десять лет спустя в литературе, полная грубых выпадов. Примечательно, что он достигает совершенства в своем искусстве именно тогда, когда забывает о своей философской системе. Не раз он будет выводить на сцену мыслителей, художников, музыкантов, которые мучительно бьются, пытаясь постичь смысл мироздания, но терпят неудачу, потому что их высокие устремления чересчур дерзновенны. Бальзак также пришел бы к краху, если бы упорствовал в желании изложить свою философию, проявляя при этом излишнюю настойчивость. Для того, чтобы избегнуть такой опасности, он должен был вновь и вновь погружаться в реальный мир. В тот день, когда он понял, что лучший способ выразить свои идеи состоит в том, чтобы наполнить их конкретным содержанием, жизнью, он был спасен. Луи Ламбер умер молодым, папаша Гранде обрел бессмертие. Поиски Абсолюта тщеславие, без которого любовь недостаточно сильна, подогревала его страсть. Бальзак Он пылко желал свидеться с госпожой Ганской в Женеве. Там он, наконец, скрипит эту пока еще платоническую поведу печатью обладания, того требовали и его любовь, и его самолюбие. Он уже обращался к ней на ты, первый признак полной близости. Ну, до скорого свидания. Работа поможет мне скоротать время нашей разлуки. Какие чудесные дни мы провели в Невшотеле. Мы ведь еще совершим туда паломничество, скажи. Однако, перед тем, как предпринять длительное путешествие, он должен был уладить в Париже денежные дела. Контракт, заключенный с вдовой Беше, не разрешал всех трудностей. Бальзак, госпоже Ганской, 29 октября 1833 года. Моя дорогая Ева, в четверг я должен заплатить четыре или пять тысяч франков, а у меня нет буквально ни единого су. Я уже привык к таким повседневным схваткам. Ева робко предложила небольшую сумму. Она располагала только карманными деньгами, все состояние принадлежало мужу. Возлюбленный ангел мой, будь тысячу раз благословенна за эту каплю воды, за твое предложение. Твой порыв для меня все, и вместе с тем ничто. Суди сама, что такое тысяча франков, когда ежемесячно нужны десять тысяч. Оставим этот унылый разговор о деньгах. Если Ева выказывала тут великодушие, не теряя однако благоразумия, то одновременно она терзала Бальзака своей ревностью, зачастую беспричинной. Великий Боже, к кому она может его ревновать? Госпоже до костри отношения у нас более чем холодные. Госпожа Рекамье странная идея. Учтивость требует поддерживать отношения с женщинами определенного круга, которых ты знал раньше, но думаешь, что визит госпожи Рекамье нельзя назвать отношениями. Как может она упрекать его в том, что он откладывает свою поездку в Швейцарию, когда он убивает себя непосильным трудом, стремясь ускорить их встречу. Я запродаю несколько лет жизни, чтобы встретиться с тобой. 20 ноября ему еще оставалось дописать сто страниц Евгения Гранде, закончить повесть, не прикасаясь к Секире, впоследствии ей предстояло стать герцогиней де Ланже, написать женщину с огненными глазами, златоокую девушку. Я приеду полумертвой. Вчера кресло мой верный товарищ по ночным трудам подломилось. Это уже второе кресло, которое я прикончил за время той битвы, что веду. Зато он нашел чудесный сюжет для произведения и будет работать над ним в Женеве. Вот как это получилось. В воскресенье 17 ноября он был в гостях у Теофиля Бра, скульптора, состоящего в родстве с его приятельницей Марселиной де Борт Вальмор. Примечание Де Борт Вальмор Марселина 1785-1869 годы поэтесса, автор многочисленных лирических произведений. Бальзак высоко ценил ее талант. Там я любовался самым прекрасным шедевром на свете. Это Мария, держащая на руках младенца Христа, которому поклоняются два ангела. И у меня родился замысел превосходной книги, небольшого томика, введением к которому послужит Луи Ламбер. Я назову это произведение Серафита. Серафита, как и Фраголетта, сочетает в себе две натуры, слившиеся в едином существе. Но между ними есть и важнейшее отличие. У меня Серафита это ангел, достигший последней степени преображения и разбивающий свою телесную оболочку, дабы вознестись на небо. Его одновременно любят и мужчины и женщины. Воспаряя в небеса, он объясняет им, что оба они любили в нем соединившую их любовь, воплощение которой видели в чистом ангеле, но открывает им живущую в их душах страсть, оставляет им их любовь, а сам навеки покидает нашу земную юдаль. Если я буду в силах, то напишу это возвышенное произведение в Женеве возле тебя. Марселина де Борде Вальмор поэтесса нежная и меланхолическая, жена посредственного актера и любовница Латуша с 1822 года дружила с Бальзаком. Мы из одной страны, сударыня, из страны слез и бедствий. Бальзак не написал бы подобной фразы Эжену Сю, каждому свое. Марселина представила ему Бра, который, как и она, был родом из Дуэ. Этот второстепенный художник оказался весьма примечательным человеком. Он был дважды женат и оба раза на ясновидящих. Подобно Бальзаку, Бра живо интересовался философией Сведенборга, гермафродитами, легионами небесного воинства. В таком душевном настроении художник этот и задумал создать скульптурную группу «Богоматерь и ангелы», в которой Бальзак увидел возвышенную гениальность. Творение Бра подсказало Бальзаку, постоянно озабоченному тем, как бы очаровать чужестранку, замысел самого причудливого из его романов. Одним из ангелов будет он сам, другим Эвелина. От их союза родится двуликое существо, серафит серафита, одновременно и мужчина и женщина. Если на земле их связывает любовь, то для каждого из них главное это освободить ангельское существо, заключенное в его телесной оболочке, замечает Филипп Берто. Миф о гермафродите всегда был излюбленным мифом Бальзака. Мужчина привносит разум, женщина красоту, мужчина источник движения, женщина устойчивости, они становятся буквально единой плотью, и как единое существо возносится на небо после того, как вновь обретает ангельский облик. Таково было произведение, которое он предназначал божественной чужестранке. Подобную книгу было нелегко написать. Вознесение в конце должно было походить на песни Дантовой поэмы. Чтобы оторвать читателя от привычных представлений и с самого начала погрузить его в атмосферу дикой девственной природы, Бальзак решил перенести действие в Норвегию. Сначала будет описано, как утром, когда яркое солнце освещало окружающий пейзаж, заставляя пламинете переливаться алмазами снега и льды, две фигуры скользили по замерзшему заливу и, перейдя его, понеслись вдоль подошвы Фальберга, устремились к вершине, одолевая уступ за уступом. Кто они? Живые существа или же две стрелы? Тот, кто увидел бы их на такой высоте, пожалуй, принял бы их за птиц, которых манят далекие облака. На самом же деле, эти ангелоподобные существа два лыжника, совершающие восхождение на норвежский горный пик «Ледяная шапка». Норвегия знакома Бальзаку только по книгам, но он не сомневался, что возлюбленное вдохновит его. Тяга к сверхъестественному с самого начала прочно связывала их. Казалось, все толкало Эвелину к миру таинственного. Многие из рода ржевузских давали в своих поместьях приют бродячим мистикам. Бесконечные истории о привидениях и предчувствиях составляли причудливую антологию этой семьи. В Польше немало людей с метущейся душою пытались освободиться от сковывшей их плотской оболочки. Несмер нашел себе в этой стране последователей, а Сведенборг читателей. Тетушка Эвелины графиня Розалия Ржевузская считала свою племянницу доброй, кроткой, но слегка помешанной. Множество книг, прочитанных молодой женщиной, оставили в ее уме следы самых противоречивых влияний. Эта беспорядочная смесь идей, окрашенных весьма живым воображением, придавала блеск ее речам, которые порою забавляли слушателей, но чаще их утомляли. Такова была Эвелина Ганская, по мнению сыровой тетушки Розалии. Бальзака же, напротив, восхищала ее вера в предчувствие, поэтическое тяготение к пророчествам. Он хотел подчеркнуть для Серафиты по большим мыслей в произведениях шведского мистика. Кажущаяся научная строгость сочеталась в них с чисто библейской поэзией. Такая пища годилась для ума Бальзака. Сведенборг задерживался идеи единства природы. Для него, как и для Бальзака, материальное и духовное были всего лишь двумя формами одной и той же реальности. Во всех проявлениях органической, а также духовной жизни Сведенборг усматривает совокупность движений, подчиненных законам материального мира, и наоборот, во всех видах материи он обнаруживает пришедшие в упадок духовное и божественное начало. Нельзя сказать, что Бальзак позаимствовал у Сведенборга свою унитарную философию. В зачатке этой философии можно обнаружить в его юношеских философских заметках. Затем она была обогащена и подкреплена воззрениями Бюфона, Кювье, Жофруа, Сентелера. Но у Сведенборга Бальзак отыскал мысль о том, что мир природы всего лишь символ духовного мира и между ними можно найти некие соответствия. В этом туманном поэтическом слоге Бальзак видит чудесное проявление возвышенного ума, превосходящего Данте и Мильтона. Подобно Гюго, он полагает, что материя полна тайн. Отсюда и возникает загадочный и перевожащий характер Бальзаковского лабиринта. Реальные предметы в нем всего лишь условные обозначения. Влияние Сведенборга не изменило Бальзак, оно лишь укрепило его во взглядах на самого себя и на мир. Между тем, нежные слова, уверения, всевозможные планы заполняли письма, по-прежнему приходившие на имя Андриатте Боррель. Разумеется, Бальзак писал также безобидные письма, которые можно было показать мужу. Ведь для Ганнского было бы непонятно, почему добрый друг жены, а также и его самого, никогда им не пишет. В этих случаях лирический тон уступал место церемонному или шутливому. Сударыня, я не допускаю мысли, что дом Ганских может предать забвению дни, освещенные их милым и любезным гостеприимством, благодарное воспоминание о котором хранит дом Бальзаков. Он обещал прислать скромную брошь, сделанную из камешков, собранных мадемуазель Анной, и автограф Россини, который он получил у маэстро для его страстного почитателя господина Ганского. Соблаговолите, сударыня, передать вашему супругу мое уверение в самых теплых чувствах и в том, что я неизменно о нем вспоминаю. Поцелуйте за меня в лоб мадемуазель Анну и примите заверение в моем самом почтительном уважении. Что касается чувства самой чужестранки, то мы узнаем о них из письма, адресованного одному из ее братьев. Госпожа Ганская брату Генрику Ржевузскому 10 декабря 1833 года В Швейцарии у нас завязалось чудесное знакомство с господином де Бальзаком, автором шагреневой кожи и множества других прекрасных произведений. Знакомство это превратилось в настоящую дружбу, и я надеюсь, что она продлится до конца нашей жизни. Бальзак очень похож на вас, мой дорогой Генрик. Он так же весел, смешлив и любезен, как вы. Даже внешне он чем-то походит на вас, а оба вы напоминаете Наполеон. Бальзак сущие дитя. Если он вас любит, то заявит об этом с простодушной откровенностью, присущей детям. Словом, при взгляде на него трудно понять, каким образом такой ученый и выдающийся человек умудряется сохранить столько свежести, очарования и детской непосредственности во всех проявлениях ума и сердца. То было письмо влюбленной женщины. За всю свою жизнь я не проводила таких мирных и счастливых месяцев, как июль и август, которые прошли в Невшотеле. Все ей там пришлось по душе. Озеро, прогулки, местные жители. А когда человеку люба все, значит, он и сам кого-то любит. Когда любишь, время мчится стремительно. Почти весь декабрь пролетел у Бальзака в переписке, трудах, ссорах с негопродавцами, типографами и в лихорадочном творчестве. Для того, чтобы реванш был более полным, он хотел по приезде в Женеву поселиться в гостинице Корона, той самой, где Анриетта де Костри унизила его. Однако Эвелина Ганская сняла для него комнату в гостинице Лук, расположенной гораздо ближе к дому Мирабо на Прелевек, где она сама поселилась вместе со всеми своими чадами и домочадцами. Гостиница, в которой остановился Бальзак, помещалась в квартале О'Вив посреди парка. На кровле был прелестный флюгер в форме лука. Его стрела поворачивалась во все стороны, послушную ветру. Бальзак приехал на Рождество. Он обнаружил у себя в комнате перстень, присланный Авелиной, и записку, в которой она спрашивала, любит ли он ее. Люблю ли я тебя? Но ведь я же рядом с тобой. Мне бы хотелось встретить во время этой поездки в тысячу раз больше трудностей, испытать еще больше страданий. Но так или иначе впереди славный месяц, а быть может и два, они по праву завоеваны нами. Целую тебя не один, а миллион раз. Я так счастлив, что, как и ты, не могу больше писать. До скорой встречи. Да, комната у меня хорошая, а перстень достоин тебя, моя любовь. Он прелестен и изыскан. Он провел в Женеве полтора месяца, и они были заполнены трудом и любовью. Господин Ганский был настроен благодушно, и ничто не обращало отношений между домом Мирабо и гостиницей Лук. Обменивались подарками. Айвовое варенье из Орлеана, Бальзак, всегда красноречиво расхваливавший свои подношения, считал, что оно необыкновенно ароматное и вкусное. Кофе, чай, малахитовая чернильница, писали друг другу иногда даже по несколько раз в день. Положительно он был в восторге от Евы, она разделяла его почти болезненную склонность к абстрактным рассуждениям. Сюжет Серафиты привел ее в восторг. Однако в Женеве его основой силой охватили мучительные воспоминания, и ему больше хотелось работать над герцогеней де Ланже, в ту пору повесть еще называлась «Не прикасайтесь к секири». В этой повести он возьмет реванш герцогиня де Ланже, иначе маркиза де Костри, воспылает страсти к Монрево, Бальзаку, а он отвергнет ее. Теперь, когда знатная чужестранка проявляла к нему откровенное внимание, уязвленное самолюбие больше не мучило Бальзака, он вновь становился самим собой, веселым, жизнерадостным, добрым человеком, который нравился окружающим. Все в обществе мило его сердцу графини забавляла Бальзак. Он подшучивал над ее манерой произносить некоторые слова. Вместо «липы» она выговаривала «липы». Она писала ему «Маркиз» и лукавый намек на его мнимое родство с маркизами Дантрак. Он писал в ответ «Предводительша». Ганский был предводителем дворянства на Волыне. «Ее ржевузскому величеству госпоже Ганской в Женеву, обожаемая повелительница, ваше священное величество, гордая королева павловской окрестностей, владычица сердец, роза запада, звезда севера и прочее, 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 фея льип». Такими словами начиналось приглашение отправиться в экипажи на прогулку в Копе с смиренным мужиком. Столь нежной интимной стоило в себе огромное очарование, но Бальзак добился большего. вечером при свете луны сером платье, которое так мягко шуршало по паркету, она тайком пробиралась в комнату гостиницы, где жил писатель. Еще несколько дней она отказывала ему выше милости. Она говорила, что ревнует к другим дамам, живущим в Женеве, к своей двоюродной сестре, графине Потоцкой, которой она сама представила великого человека, госпоже Доберни. Она упрекала Бальзака в том, что он просто ветреный француз. Прости мне, любовь моя, то, что ты именуешь моим кокетством. Я больше никому не пойду в гости. Лора, разумеется, он не отрицал свои близости с ней, но ведь она была только прообразом Эвелины. Ты будешь для меня молодая Лора. Не ропщи на этот нежный союз двух сердец. Я склонен верить, что любил в ней тебя. Воистину, казуистика в чувствах не имеет предела. Он жаждет безраздельно обладать Евой. Наш робкий поцелуй лишь предвестник будущих радостей. Он затрагивает только твое сердце. А я бы хотел, чтобы захвачено было все твое существо. Ты сама убедишься, что полная близость лишь увеличит, усилит любовь. Она же опасалась обратного, боялась, как бы полная близость не убила любви. Господи, как объяснить тебе, что едва заслышав исходящее от тебя благоухание, я пьянею, и чем чаще я буду обладать тобой, тем сильнее это будет пьянить меня, ибо тогда надежда и сладостные воспоминания станут сливаться воедино, между тем, как теперь мной владеет только надежда. В свое время я плакал, возвращаясь из делодати, ибо женщина, позволявшая мне ласкать себя так, как это позволяешь теперь ты, внезапно разом оборвала все нити любовного покрова, которой она, казалось, ткала с таким удовольствием. «Суди же, как я боготворю тебя, ведь ты так далека от этих отвратительных уловок, и с чистой радости предаешься любви, рождая ответный отклик в глубинах моего естества». Наконец, в воскресенье 19 января 1834 года Бальзак торжествует победу. «Мой обожаемый ангел, я без ума от тебя, это просто безумие, стоит мне только о чем-нибудь подумать, как ты встаешь перед моим мысленным взором. Я могу мечтать лишь о тебе, независимо от моей воли, воображение уносит меня к тебе. Я обнимаю тебя, прижимаю к своей груди, лапзаю, ласкаю, и волна нежности затопляет меня. О, моя возлюбленная Ева, послушай, что я хочу тебе рассказать. Я бережно подобрал твою визитную карточку, теперь она тут, передо мной, и я беседую с тобой, словно ты все еще здесь. Ты встаешь перед моими глазами, такой, какой и была вчера, прекрасной, божественно прекрасной. Вчера весь вечер я говорил себе, она моя, ах, даже ангелы в раю и тени так счастливы, как я был счастлив вчера. И все же 26 января он был еще счастливее, этот день остался для него незабываемым днем. Почему? Ее обещание стать в будущем его женою, ночь любви, мы этого не знаем. Однако письмо, написанное на следующее утро после вечера полного блаженства, свидетельствует о том, что бальзаком владеет необыкновенный восторг. Любовь моя, моя возлюбленная, твои ласки подарили мне новую жизнь. Эти пламенные и сладостные ласки приобщили его к до то ли неизведанной любви. С юности он мечтал о безумной страсти, о любовнице, которая была бы одновременно и знатной дамой и кортизанкой. Он чувствовал, что художники, как и люди действия, испытывают порой потребность неистово предаваться утехам, ибо существование, которое они ведут, ни в чем не походит на жизнь обыкновенных людей. Первым желанием Рафаэля, героя шагреневой кожи, было стремление познать радость разгула, подобно этому. И бальзаком манили любовной оргии. У него была страстная натура, и его влекли эротические игры. Некоторые завистники утверждали бутон импотент. Утверждение это просто смехотворно. Он был близок со многими женщинами, и все они пылко говорили о своем блаженстве. Бальзаку всегда нравились чувственные женщины. Он хотел также, чтобы его любовницы были и чувствительны, и умны, чтобы они способны были понимать его произведения, восторгаться ими, и, может, даже вдохновлять его. Ему казалось, что Ева Ганская именно такая женщина. Она также, видимо, была счастлива. Она была достаточно умна и упивалась возможностью приобщиться к мыслям гениального писателя. Что до плотских радостей, то этот опытный любовник не разочаровал ее, да и сама она выказала немало страсти. Только художники могут доставить женщине истинное наслаждение, ибо в их натуре есть нечто женское. Счастливая чета строила планы на будущее. До старости им оставалось еще добрых тридцать лет. Разумеется, они не желали зла Венцеслу Ганскому, но вполне можно было рассчитывать, что лет через пять, самое большее, через десять, прекрасная Эвелина обретет свободу. Но тогда мне будет уже сорок, говорила она. Он отвечал, в моих глазах ты всегда будешь красива. Как может она думать, что светские салоны, слава, другие женщины могут отдалить его от нее? Кощунственным девизом их союза станет «Будем любить друг друга вечно». «В моей грядущей жизни будут существовать только ты до работы». Он дерзко написал в альбоме Евы «Выдающиеся люди подобны утесам, одни только улитки способны удержаться на них». Госпожа Ганская чуть пониже приписала своей рукой «Стало быть, я улитка». Уничижение из любви Несколько дней Бальзак был болен. Эвелина с разрешением мужа приходила в гостиницу ухаживать за ним. Когда в феврале ему пришлось возвратиться в Париж, было условлено, что немного позднее он присоединится к Ганнским либо Виталий, либо Вене. Они приглашали его погостить несколько месяцев на Украине, у них в Верховне. Было решено втайне, что в один прекрасный день Ева и Онере поженится. «Глупышка, через десять лет тебе будет тридцать семь, а мне сорок пять. Люди в этом возрасте вполне могут любить, соединяться браком, целую вечность обожать друг друга. Так вот, мой благородный друг, милая моя Ева, гони сомнения прочь. Вы мне это обещали. любите и верьте, ведь Серафита это мы оба, расправим же свои крылья в едином порыве, будем любить друг друга с одинаковой силой». Бальзак возвратился в Париж 12 февраля 1834 года. Он привез с собой рукописи, почти законченную пояс герцогиня де Ланже, часть музея древностей и озорные рассказы. Привез он и кольцо, подарок его Евы. Во время работы я надеваю его на палец как талисман. Для Серафита ему нужны были сведения о флоре Норвегии, и он получил их у видного ботаника Перамо де Кондоль, жившего в Женеве. Но главное, он вез с собой из этого города множество чудесных воспоминаний. Эвелина в гостинице лук, меры предосторожности, принимавшиеся для того, чтобы не скрипнул паркет, серое платье, наконец-то сброшенное ею, платье, от которого он отрезал лоскут, чтобы переплести рукопись Серафиты. Лицо его возлюбленной в минуты блаженства. Я вспоминаю одну из твоих счастливых улыбок, от которой так чудесно преображался твой лик, бледность, покрывавшей твои черты в минуты наслаждения, и эти пьянящие воспоминания просто убивают меня. Время от времени он посылал супругам Ганским безобидное письмо, в котором говорил о счастливых днях, проведенных в Женеве. Вы даже не подозреваете, что за последние десять или пятнадцать лет время, которое я провел в Невшотеле и Женеве, было единственной порой, когда я по великой милости небес не помышлял ни о прошлом, ни о будущем, а беззаботно жил, не думая ни о делах, ни о огорчениях, ни о нужде. Он с волнением вспоминал день, когда сидел вместе с Евой в саду, и оба они вдыхали дурманищий запах конского каштана, гнившего под водою. Любовь находит радость в любом пустяке, если его разделяет с тобой близкий человек. Иногда я произношу слух слова «липы» и смеюсь, как ребенок. Даже в безобидных письмах он бурно выражал ей свою признательность. Главное, чтобы Анна не хворала, чтобы господин Ганский не поддавался черной меланхолии, и чтобы мадемуазель Боррель всегда улыбалась. Что касается его возлюбленной Евы, то он советовал ей как лучше сохранить здоровье и не полнеть, отчего он сам не следовал этим советам. Во Франции у него сразу же нашлись причины для черной меланхолии. Госпожа Деберни серьезно болела. В один месяц она состарилась на 20 лет. Я скрыл от нее свое беспокойство, но тревожусь я безмерно. До тех пор, пока мой врач или ясновидящая не успокоит меня, я не перестану дрожать за жизнь этой женщины, которая, как вы знаете, мне бесконечно дорога. Зюльма Каро потеряла отца глубокого старика, которого она нежно любила. Теперь она стала владелицей поместья Фрапель, расположенного вблизи из Судена, и горячо приглашала Бальзака приехать туда работать. Она ждала второго ребенка, беременность у нее протекала тяжело, была даже некоторая опасность для жизни. В небесном семействе, как всегда, были ужасные неприятности. Госпожа Бальзак пустилась в рискованные финансовые операции и довершила свое разорение. Сервиль самым нелепым образом ревновал жену и портил ей жизнь. Лоре даже с братом приходилось теперь видеться тайком. Но, быть может, сама Лора порой делала супружескую жизнь невыносимой. Оноре все чаще задавал себе этот вопрос. Брат все прощал сестре в память о долгих годах, когда он ей не раз повторял «Твоя рука в моей, мы с тобой друзья». Однако романист различал в Лоре Сервиль черты чистолюбивой и вздорной женщины. В его заметках сохранился план романа, где должны были действовать и две сестры. Первое безупречное существо «Эта тихая безропотная женщина умирает молодой и непонятой окружающими. Муж ее хвостун и враль. Вторая сестра более блистательна, но изводит мужа. Муж ее человек простой и скромный». Что это? Лоранца и Лора, какими он их видел теперь десять лет спустя? Вполне возможно. Весьма тщеславная Лора побуждала Сюрвиля браться то за одно дело, то за другое. На первом месте разумеется каналы, но и распределение воды, мост Вандели, мост Всюли. Бедняга из-за всего этого потерял сон, и ум его был охвачен лихорадкой. «Мои злополучные родственники совсем голову потеряли», писал Бальзак чужестранки. Одновремя он опасался, как бы мать и сестра не поселились из-за безденежья в его доме на улице Кассини. Все идет из рук вон плохо, однако есть также и хорошие новости. Евгения Гранде быстро расходилась, и читатели не скупились на восторженные похвалы. Дельфина де Жерарден писала Евгения Гранде обворожительно. «Хороши и Нанетта громадина и папаша Гранде. Какой у вас талант! Какой талант! О, великий Бальзак! Моя сестра, мама и я в полном восхищении, вся наша семья преклоняется перед вами. Еще ни одно из ваших произведений не имело такого успеха. Приходите к нам поскорее. Все мы хотим вас видеть и сказать, как высоко мы вас ценим». Для того, чтобы обезвредить Маркизу де Костри, гнева и влияние, которой он страшился, Бальзак сразу по приезде отправился к ней и прочел своей бывшей приятельнице начало герцогини де Ланже. Маркиза весьма одобрительно отнеслась к повести. В первых главах ее образ и впрямь мог показаться очаровательным. Продолжение должно было понравиться ей гораздо меньше. В этом произведении Бальзак откровенно высказывал свое мнение об аристократах, обитавших в Сен-Жерменском предместе, которые во время реставрации не только не проявили склонности быть покровителями других, как подобает истинным вельможам, но держали себя, как жадные и мелочные выскочки. Писатель осуждал ту алчность, с какой дворянство добивалось богатства и должностей. Очаровательные манеры этих людей скрывали духовную и душевную пустоту. Герцогиня де Ланже вела странные и цинические речи. Религия всегда останется политической необходимостью. Разве взялись бы вы управлять целым народом вольнодумцев? Даже Наполеон на это не осмеливался, он преследовал идеологов. Примем же католическую религию со всеми ее выводами. Если мы требуем, чтобы вся Франция ходила к обедни, не обязаны ли мы посещать ее сами? Религия Арман является, как видите, связующим звеном консервативных принципов, которые позволяют богатым жить спокойно. Религия самым тесным образом связана с собственностью. Бальзак роялист не отрекался от своих политических и религиозных взглядов. Бальзак писатель беспощадно показывал, во что превращаются такие взгляды в устах светской дамы. Графиня Потоцкая настоятельно советовала ему выразить дань уважения графине Апоньи, супруге австрийского посла. Довая дипломаты, которые сразу становятся мощными центрами притяжения в тех странах при правительстве которых они аккредитованы. Именно такими людьми стали, начиная с 1826 года, жившие в Париже граф Антуан Апоньи и его жена. Они принимали у себя и легитимистов, и сторонников Луи Филиппа, и писателей, и художников. На этих блистательных приемах, на завтраках, за которыми исследовали танцы, бывал весь Париж. Бальзаку страстно хотелось получить приглашение в дом австрийского посла. Графиня Мария Потоцкая, боявшаяся, как бы он не вздумал рассказывать там скабрезные анекдоты, усердно наставляла писателя, «Ведите себя благоразумно у госпожи Апоньи. Она сущий ангел, ничто не должно нарушить атмосферу чистоты, царящую вокруг нее». Но с ангелами-то Бальзак умел обращаться. 18 февраля он отправился в посольство, но не был принят. Правда, госпожа Апоньи в качестве извинения прислала ему любезное письмо. «Я весьма смущена, узнав, что моя милая и кроткая Мария слишком уж меня вам расхвалила. Заблаговолите доставить мне удовольствие и приходите к нам послезавтра в три часа». Графиня Мария Потоцкая писала Бальзаку, «Возвратились ли вы уже в свою элегантную келью? Покидаете ли вы ее когда-нибудь ради госпожи Апоньи?» «Она жалуется на вас и совсем отчаялась заманить вас к себе, даже применяя все средства обольщения. У них началась пора завтраков с танцами. Вы там увидите весь Париж, самых красивых женщин столицы». Бальзак сделался завсегдатаем с салона графини Апоньи. «Надо, чтобы дом Бальзаков жил в дружбе с австрийским царствующим домом», шутил писатель. «Госпожа Ганская получила от своих польских друзей в Париже письма, где говорилось о светских успехах ее возлюбленного. Она всполошилась, неужели в нем снова заговорило сердце француза? «Зачем он переписывается с графиней Потоцкой?» «Напрасно, напрасно письмо госпожи П. вызывает у тебя ревность. Нужно, чтобы эта женщина была за нас. Я польстил ее самолюбию и хочу, чтобы она думала, будто между тобой и мной ничего нет». Однако это вовсе не устраивало госпожу Ганскую, которая хотела слыть неотразимой. Ей писали, что у Бальзака есть и любовницы. Он успокаивал Еву. «Ваш Бенгаля ведет себя благоразумно». Всякий, читавший переписку Бальзака с Ганской, знает, что он имел в виду под словом «Бенгали», для которого у милой кошечки Эвелины была уготована чудесная клетка. Бальзак уверял, что слишком много работает и потому не бывает в свете. Когда человек ложится спать в шесть вечера, а в полночь уже сидит за письменным столом, ему не до галантных приключений. Он даже поссорился на некоторое время Жерарденами и их окружением. Это произошло из-за пустякового недоразумения, связанного с какой-то публикацией. Госпожа де Жерарден несколько раз пыталась залучить меня к себе, но ваш упрямый мужик, ведь он не был бы мужиком, если бы не научился говорить «нет», ответил ей «нет», правда, самым учтивым образом, ибо он уже малость подкисался ваш преданный мужик. Никто не может безнаказанно работать день и ночь. В начале апреля он ощутил крайний упадок сил и все нараставшие слабости. Доктор Накар, пригрозив писателю, что у него может начаться воспаление мозга, предписал перемену обстановки и полный покой. Это уже превращалось в некий ежегодный ритуал. Бальзак отправился в Бери, где ненадолго остановился на 8-10 дней в поместье Фропель, в просторном и уютном доме Карро. Однако пребывать в бездействии он не умел. Он работал там над Цезарем Бюрото и Щеголем. Впоследствии произведение это было названо «Старая дева». Примечание, Бальзак предполагал также дать это название Щеголь своей повести в конечном счете о заглавленной им брачный контракт. Повесть Серафита давалась ему с трудом и работа над ней подвигалась очень медленно. Бальзак Маркизе де Кастри 10 марта 1835 года Вот произведение, которое требует изнурительного непосильного труда. Я долго бился над ним и теперь еще бьюсь дни и ночи напролет. Пишу, переписываю и опять пишу наново. Однако через несколько дней все будет ясно. Либо я прославлюсь, либо парижане ничего не смыслят. Книга эта его буквально убивала. У него было впечатление, увы, правильное, что он работает в какой-то разреженной атмосфере, точно где-то над землей. Но он верил в эту книгу. Он хотел превратить ее в вершину своего творчества. Да я наждала от него этой книги. Он гулял по саду с дюльмой, которая тяжело переносила беременность. Помогал своей приятельнице обставлять дом и попутно описывал ей свои любовные успехи. Она уже слышала о них от молодого художника Огюста Борже. Тот случайно встретил Бальзака в обществе супругов ганских. Он рассказал дюльме, что вскоре вновь свидеться со своими боярами в Вене. Вместе с майором Каро он бродил по Иссудену, расспрашивал жителей, и они все это в один прекрасный день должно было найти себе место в романе «Жизнь Холостяка». Этот необыкновенный человек за несколько дней узнавал о любом городке больше, чем знали старожилы. Жизнь его как бы шла в двух планах. В реальном мире он успокаивал зюльму, писал ласковые письма Еве, интриговал Анриэто де Костри, рассуждал в австрийском посольстве о магнетизме, завтракал сыщиком ведоком и с парижскими палачами, отцом и сыном Сансонами. А в своем воображаемом мире он мало-помалу создал целое общество. Определенное место там предстояло занять и Судену, как и Алансону. Из воспоминаний о квартале Море медленно возникали контуры Цезаря Берото, горестные воспоминания, связанные с виллой Деодати, породили герцогиню Де Ланже. Одно соседствовало с другим, литературные подделки ради заработка, этюды о нравах и великие замыслы. Истинная сущность Бальзака не в денежных лопатах, не в любовных интрижках, а в творческом горении. 20 апреля он отправился в консерваторию послушать Пятую симфонию Бетховена и признал в композиторе собрата по духу, равного себе художника. Он писал Ганской, «Ах, как я жалел, что вас не было рядом! Я сидел в ложе один! Один! Какая это невыразимая мука! Во мне живет потребность в душевных излияниях, я ее обманываю упорным трудом, но при первом же волнении слезы бегут у меня из глаз. Я завидую только знаменитым людям, которых уже нет в живых, Бетховену, Микеланджело, Рафаэлю, Пуссену, Мильтону. Словом, всякий, кто был велик, благороден и одинок, не оставляет меня равнодушным. Обо мне еще не все сказано. Я создал только часть великого творения». Он походил на зодчего, который носит в себе замысел кафедрального собора. Но пока не располагает необходимыми средствами для осуществления своего грандиозного проекта и вынужден ваять и высекать лишь детали. Непосвященные в виде отдельной камни осуждают их форму, не понимая их предназначения. Мы замечаем только красоты стиля, когда же надо спешно воздвигнуть здание, не заботясь еще о резьбе, капителей и о пропорциях колонн, во Франции часто, не дожидаясь конца работы, выносят беспощадный приговор. Временами он ощущает усталость. Боюсь, что я в значительной мере уже проел свой капитал. Курьезно будет, если автор шагреневой кожи умрет молодым. Порой я с отчаянием думаю, что мне так и не удастся завершить труд всей моей жизни. Затем им вновь овладевает законная гордость. Какой урожайный год! Евгения Гранде, Шуаны, он переработал эту книгу, Щеголь, вскоре увидит свет Серафиты, взгляд на мир, воспоминания молодой женщины. Без сомнений он забегал вперед, только еще задуманные произведения уже казались ему законченными, но какой другой писатель успел уже создать столько шедевров. Однако нужно было жить, и реальный мир предъявлял свои требования. Младший брат Бальзака Анри всегда был мечтателем, совершенно лишенным жизненной энергии, которой в избытке обладал он, и избалованный, боготворимой матерью, он, вступая в жизнь, уже заранее был обречен на поражение. Читатель помнит, что, безыспешно меняя одну должность за другой, Анри в конце концов очутился на острове Маврикий. Там юноше казалось повезло. Ему предложили место школьного учителя. Он поселился у вдовы Мари-Франсуазе Балан, которой покойный муж Констант Дюпон оставил сына, дом и кругленькое состояние. Перезрелая вдова Дюпон влюбилась в Анри и вышла за него замуж. Молодой человек, как истинный представитель рода Бальзаков, потребовал лошадей, кабриолет, лук, званых обедов и вскоре разорил свою супругу. Тем не менее, Лора Сюрвиль, видевшая все в розовом свете и плохо осведомленная, писала своей приятельнице жене генерала Де Помереля. Анри просто творит чудеса, зарабатывает много денег, хорошо себя ведет. Он только что женился на вдове, которая принесла ему в приданное 150 тысяч франков. Мама бесконечно счастлива узнав эти новости. Поначалу Анре даже позавидовал брату. Одному из Бальзаков все же удалось жениться на богатой. Но он довольно быстро исцелился от зависти, прибегнув к помощи своего пера. Он поведал в своих романах, как люди создают себе состояние в колониях. Шарль Гранде был отправлен в Ост-Индию. Между тем от Анри два года не было никаких известий. Его положение на острове Маврикий резко изменилось к худшему. Английское правительство отказывалось разрешить ему дальнейшее пребывание там без денежного залога. Школа, в которой он преподавал, закрылась. В июне 1834 года он сообщил о том, что возвращается во Францию. С недаемой тревогой госпожа Бальзак поспешила нанять для своего любимца меблированную квартиру в доме номер 6 по улице Кокнар, где жили супруги Сервиль. Наконец, дрожайший Анри прибыл в Париж в сопровождении супруги и пасынка Анжа Дюпона. Он вывез с островов 50 тысяч франков долга и жену, которая была намного старше его. «Нужно ли было проделывать пять тысяч льет для того, чтобы найти такую супругу?» с сарказмом спрашивал Онере. Славный Сервиль взялся найти место для своего злополучного Шурина. Он определил его в строительную контору, во главе которой стоял сам. Сервиль в это время сооружал мост в городе Андели в Нормандии. Анри там никак себя не проявил. Его жена ждала ребенка. Госпожа Бальзак и, без того склонная преувеличивать свои горести, была в отчаянии. Она наказана за то, что предпочитала Анри другим детям, говорил старший сын. Всегда готовая прийти людям на помощь, Лора Сервиль привязалась к своей незадачливой невестке, которой предстояло разрешиться от бремени Вандели вдалеке от ее родного залитого солнцем острова. Когда родился ребенок, Онере, крестный отец, подарил ему колыбельку, роскошную, разумеется. Это была походившая на гондолу колыбель с занавесочками. Чтобы спасти своего обожаемого Анри, госпожа Бальзак продала последнюю недвижимость, которую еще владела, дом на улице Монтергей. Отныне она должна была существовать лишь на ренту, которую ей выплачивал старший сын. Бальзак не сомневался, что сумеет полностью обеспечить семью. Ему удалось заключить с любезной вдовой Бэше изумительный контракт на издание этюдов о нравах. Да, вдобавок, к нему явился старший приказчик фирмы Бэше Эдмон Варде, честолюбец и хвостун вроде Годиссара, и предложил свои услуги в качестве издателя его книг. Чтобы удостоиться такой чести, он готов был отдать все свои сбережения в сумме 3500 франков. Бальзак вышел к нему в своем белом халате, перехваченном золотой венецианской цепью, на которой висели золотые ножницы, и в домашних туфлях из красного софьяна, расшитых золотом. Он весьма холодно встретил посетителя и осыпал его насмешками. Как предложить 3500 франков автору, который только что получил 27000, и которому журнал Revue de Paris ежемесячно выплачивает 500 франков? Первым и правильным побуждением Бальзака был отказ от предложенной сделки. Но вторым его побуждением было решение вновь пригласить «Верде». Он никогда не умел противиться соблазну заиметь хоть немного наличных денег, как-никак имея 3500 франков, можно будет уплатить срочные долги, а потом смышленых книгоиздателей нечасто встретишь. Прославленный Верде был польщен и отдал все свои сбережения ради простой перепечатки сельского врача. Книга так быстро разошлась, что Верде принял резкое решение сделаться отныне единственным издателем Бальзака. Почему бы и нет? Ведь у самого Вальтера Скотта был всего один издатель, а единый авторский замысел было бы легче осуществить единственному издателю. Однако осуществить это оказалось довольно трудно. Надо было выкупить права на издание у Гослена Левого сэра у госпожи Бэше. Бальзаку также предстояло принять участие в этой деловой операции и вложить деньги, которыми он не располагал. Несмотря на все препятствия, договоры были подписаны. Ныне я наконец-то свободен от этого нелепого кошмара, прославленный Верде, который слегка смахивает на прославленного Годиссара, покупает у меня первое издание философских этюдов 25 томов в одну двенадцатую долю листа. Там будет пять выпусков по пять томиков в каждом и они станут выходить свет из месяца в месяц. Как видите, чтобы в срок рассчитаться с госпожой Бэше, которой я должен еще три выпуска с госпожей в месяц, мне понадобится мозг, подобный Везувию, бронзовый торс, хорошие перья, море чернил, ровное расположение духа и упорное желание непременно побывать в январе в Страсбурге, Кельне, Вене, Бродах и так далее, не страшась тамошних вьюг. Я уж не говорю вам о таком пустяке, который именуют здоровьем, и другом пустяке, который называют талантом. Жаловаться на недостаток таланта ему не приходилось. В июне 1834 года Бальзак начал работать над романом «Поиски абсолюта», входившим в философские этюды. Как и в Евгении Гранде, тут шла речь о страсти, которая все возрастает и в конце концов разрушает благополучие семьи. Первоначальный замысел произведения возник еще в 1832 году. Тогда автор предполагал написать эпизод из жизни Вронского, потом из жизни Бернара Полюси, и изобразить таким образом страдания изобретателя. Он не раз думал об этой теме, наблюдая жизнь Эжена Сервиля. Примечание. Вронский Гоэне 1778-1853 годы польской математики философ, живший во Франции. Занимался расчетами движения звезд. Бернар Полюси 1510-1590 годы французский художник, керамист, химик, многие годы работал над получением фаянса, разрабатывал метод нанесения красок на керамику, эмаль. Жил в нищете, подвергался преследованием. Родные и соседи, не понимая его химических опытов, считали его сумасшедшим. Бальзак собрал немало документов, относившихся к деятельности Полюси. Однако реальная жизнь Полюси, несовершенная, как жизнь любого человека, не могла удовлетворить Бальзака, этого неистового мечтателя, и он обратился к воображению. Фламандец Валтасар Клаас, получивший в наследство несметное состояние, посвящает свою жизнь химии и чтится отыскать абсолют, чудесный элемент, из которого созданы все вещества. Пытаясь разложить азот, он полностью разоряет свою чудесную жену, которую любит, и двоих детей. Он продает знаменитое собрание старинных картин, принадлежавшие семье. Время от времени Валтасар как будто сознает свое безумие. На всякий раз она вновь овладевает им. Даже глубокое отчаяние жены не может заставить его отказаться от навязчивой идеи. Разоренный и пришедший в упадок дом Клааса в конечном счете погибнет. Поиски Абсолюта спалили все, как пожар. Теории Клааса были теориями самого Бальзака. Автор, как и его герой, верит в единство Вселенной, возможность отыскать Абсолют, который, изменяясь в зависимости от среды, способен породить все сущее. Интереснее всего, что Клаас и Бальзак, видимо, были правы и на целый век опередили развитие науки. Два члена Академии обучали меня химии, ибо я хотел, чтобы моя книга была верна с научной точки зрения. Они заставляли меня переделывать корректуры по 10-12 раз. Мне пришлось читать Берцелиуса, овладевать азами науки и ее языком, а также помнить о том, что, создавая книгу, столь тесно связанную с химией, я не должен наскучить равнодушным французским читателям. Он старался понять идеи Берцелиуса, а Раго. Он буквально убивал себя работой. Жозефина Клаас говорит мужу, у великого человека не должно быть ни жены, ни детей. Идите в одиночестве путями нищеты. Ваши добродетели не те, что у обыкновенных людей. Вы принадлежите всему миру и не можете принадлежать ни жене, ни семье. Возле вас сохнет земля, как возле больших деревьев. Ведь это Бальзак обращается к самому себе. Он по-прежнему сообщал госпоже Ганской о событиях парижской жизни. И незачем опасаться госпожи Декастри. Не должна она бояться и Жорж Санд Дед Иван, новые романы которой были, по его мнению, пустыми и фальшивыми. Бальзак недавно поселил у себя на улице Кассини в жилище освобожденном Борже оставленного ею любовника Жюля Сандо. Сандо будет жить там, как принц. Он никак не может поверить в свое счастье. Бальзак собирался использовать милого Жюля в качестве негра. Он хотел, чтобы Сандо сочинял вместе с Эммануэлем Араго драмы, которые они будут подписывать псевдонимом Сандраго и все трое разбогатеют. Роман «Поиски Абсолюта» довел Бальзака до полного изнеможения. Книга «Поиски Абсолюта» без сомнения послужит моей славе, но такие победы обходятся слишком дорого. В его черных, как смоль волосах, каждый вечер прибавлялась седины, а утром он вычесывал их пригоршнями. Он садился за работу, как игрок за карточный стол, спал пять часов, а потом трудился по пятнадцать-восемнадцать часов подряд. Ему была ведома та экзальтация, какую знают только люди, разочарованные в жизни. Чудотворный доктор Накар, как называла его в свое время бедная Лоранца, снова прописывал писателю деревенский воздух. В таком совете не было ничего гениального, но что еще можно было прописать человеку, самым тяжким недугом которого была его собственная гениальность. 25 сентября Бальзак уехал в Саше. Маргон предложил ему свое гостеприимство. Там он приступил к новому роману «Отец Горио». Поиски Абсолюта появились в издательстве госпожи Бэше. Роман расходился плохо. По-моему, Абсолют в десять раз значительнее Евгения Гранде, а успеха он, видимо, иметь не будет, жаловался Бальзак. Для читателей книга эта была гораздо более трудной, чем Евгения Гранде. Но что остается делать и разочарованному автору, как не винить во всем своего издателя. Все же книга принесла писателю и некоторое удовлетворение. Он сообщал чужестранке «Моя матушка необыкновенно гордится поисками Абсолюта. Госпожа Де Костри написала мне, что она плакала, читая роман». Высокомерная кокетка воспользовалась посредничеством своего дяди, герцога Фитц Джеймса, и пригласила Бальзака приехать к ней в замок Кивийон. Он отказался. Герцогиня Де Ланже больше не имела над ним никакой власти, и это заставило ее испытать чувство горечи. Бальзака постигла неожиданная неприятность. Отнюдь небезобидные любовные письма попали в руки господина Ганнского. Писатель попытался как-то объяснить это супругу, но придуманная им версия была не слишком правдоподобна. Вопреки очевидности, по его словам, все обстояло очень просто и невинно. Госпожа Ганская, смеясь, сказала ему, что ей хотелось бы прочесть образцовое любовное письмо. Вот он и написал два этих злополучных письма, полагая, что она еще помнит об их шутливом разговоре. Если он оскорбил графине, то умоляет господина Ганнского выступить в его защиту. «Я надеюсь, милостивый государь, что это столь естественное объяснение вас убедит. Мы не знаем, нашел ли муж это объяснение столь естественным, но он предпочел забыть о случившемся. Что касается Бальзака, то он уже занимался вещами более серьезными», писал отца Горио. Великий замысел Посмотрев на свои произведения взглядом Созидателя и в то же время как бы со стороны, Бальзак оглянулся назад и во внезапном озарении понял, что они выиграют, если объединить их в единый цикл, где вновь и вновь будут появляться одни и те же персонажи. И тем самым он прибавил к своему творению последний, но самый великолепный мазок Марсель Пруст. Однажды, это случилось в 1833 году, Бальзак примчался с улицы Кассини в предместе Па-Суньер, где в ту пору жила отщита Сервилий, и воскликнул «Поздравьте меня! Я на верном пути к тому, чтобы стать гением!» Шагая по гостиной, он рассказал сестре и ее мужу о своем плане. Он пришел к мысли объединить в одной эпопее все свои романы. Это отнюдь не было туманным проектом. Через год он подробно описывал чужие странки, каким грандиозным монументом станет его творение, когда он завершит его. Я полагаю, что в 1838 году три части этого гигантского творения будут, если не завершены, то по крайней мере, возведены одна над другою, и уже можно будет судить о нем в целом. Этюды о нравах будут изображать все социальные явления, так что ни одна жизненная ситуация, ни одна физиономия, ни один мужской или женский характер, ни один уклад жизни, ни одна профессия, ни один из слоев общества, ни одна французская провинция, ничто из того, что относится к детству, старости или зрелому возрасту, к политике, правосудию, войне, не будет позабыто. Когда все это будет осуществлено, история человеческого сердца прослежена шаг за шагом, история общества всесторонне описана, фундамент произведения окажется готов. Тут не найдут себе места вымышленные факты, я стану описывать лишь то, что происходит повсюду. Затем последует второй ярус, философские этюды, ибо после следствий надо показать причины. Я покажу в этюдах о нравах игру чувств и течении жизни. В философских этюдах я объясню откуда чувства, в чем жизнь, каковы стороны, каковы условия, вне которых не могут существовать ни общество, ни человек. И после того, как я окину взором общества, чтобы его описать, я займусь его обозрением, дабы вынести ему приговор. Таким образом, в этюдах о нравах заключены индивидуальности, превращенные в типы, в философских этюдах типы, сохраняющие индивидуальные черты. Я всему передам жизнь типу, сохраняя в нем индивидуальные черты, индивиду, превращая его в тип. Я вдохну мысль во фрагмент, а в мысль вдохну жизнь индивида. Позднее, после следствий и причин, придет черед аналитическим этюдам, в состав который входит физиология брака, ибо после следствий и причин должны быть определены начало вещей. Нравы это спектакль, причины это кулисы и механизмы сцены. Начало вещей это автор. Но по мере того, как произведение достигает высот мысли, оно словно спираль сжимается и уплотняется. Если для этюдов о нравах потребуется 24 тома, то для философских этюдов нужно будет всего 15, а для аналитических этюдов лишь 9 томов. Таким образом, человек, общество, человечество будут без повторения описаны, рассмотрены и подвергнуты анализу в произведении, которое явится чем-то вроде «Тысячи и одной ночи запада». Когда все будет окончено, моя церковь Мадлен оштукатурена, фронтон высечен, леса убраны, последние мазки сделаны, тогда станет ясно, был ли я прав или ошибался. После того, как я завершу поэтическое воссоздание всей системы бытия, я займусь ее научным описанием в опыте о силах человеческих. И этот дворец я, дитя и весельчак, украшу огромной арабеской из ста озорных рассказов. Архитектор уже укладывал на место громадные глыбы. Он попросил одного из друзей Горту, талантливого молодого писателя Феликса Давена, написать два пространных предисловия к философским этюдам и этюдам о нравах. Наставляемый автором, а порой писавший под его диктовку, Давен отмечал, что Бальзак не сразу пришел к своему великому замыслу. И это, пожалуй, к лучшему. Если бы столь гигантский план возник в его голове сразу же после создания первых книг, он, быть может, отступил бы перед таким грандиозным трудом. Контуры этого труда вырисовывались в его уме лишь постепенно. Единство было не искусственное, а внутреннее, живое. Книги рождаются на свет как общественные установления, как дети, не в результате сознательных действий, а вследствие игры неуправляемых сил. «Мы вполне можем предположить», писал Феликс Довен во введении к философским этюдам, что однажды, сопоставляя различные мысли, запечатленные в его произведениях, автор поступил так, как поступает ткач, который внезапно переворачивает ковер с изнанки на лицо и обозревает весь рисунок в целом. С этих пор писатель уже не переставал думать о том, какое впечатление будет производить его творение целиком, ибо в его мозгу давно уже зрела идея великого синтеза. Мысленно возводя еще недостроенные ярусы украшенного фресками здания, представляя себе здесь скульптурную группу, там величественную статую, дальше предметы второго плана и игру света и тени, он вдруг залюбовался делом своих рук и вновь принялся за работу с чисто французским неистовством, ибо он находился еще в том возрасте, когда люди не ведают сомнений. А посвятив себя титаническому труду, человек этот, чью несгибаемую волю высоко ценят все знающие его, в один прекрасный день ей, конечно же, воздадут должное, так же, как и его огромному таланту, все время шел вперед и вперед, не вспоминая наутро о вчерашних усилиях и усталости. Быть может, прежде чем открыть свои планы читателям, он хотел проверить свои силы, быть может, он не освобождал обшитые досками здания от окружавших его лесов, потому что желал прежде закончить некоторые извояния, потому что ждал, пока станут яснее его контуры, или, по крайней мере, поднимется широкий фронтон благородных очертаний. Давен с полным правом осуждал тех критиков, которые, не обладая чувством пропорции, называли книги его друга повестушками и рассказами. Чтобы устыдить подобных критиков, Давен прибегал к излюбленному образу Бальзака, но разве все эти якобы разрозненные части не следует уподобить обтесанным камням отдельным капителям метапам, уже наполовину покрытым изображениями цветов и драконов. Валяясь на строительной площадке между пилой и долотом рабочего, они кажутся мелкими, незначительными, но по замыслу архитектора им предстоит украсить пышный антаблемент, занять место на изгибе свода, расположиться вдоль высоких стрельчатых окон кафедрального собора, замка, часовни или живописные усадьбы. Настало время приступить к возведению кафедрального собора. В сентябре 1834 года Бальзак уехал в Саше, твердо решил за короткий срок написать роман, который должен был сделать одним из краеугольных камней его творения. Речь идет об отце Горио. «Мы располагаем начальной клеточкой, давшей жизнь этой книге, с заметкой в тетради, куда Бальзак заносил свои планы. Славный старик, семейный пансион, 600 франков ренты, отказывает себе во всем ради дочерей, хотя они обе располагают 50 тысячами франков годового дохода, умирает как пес. Маркизия де Костри Бальзак сообщает, что он хочет описать чувство, само по себе столь величественное, что оно может устоять перед длинной цепью обид, а госпоже Ганской он пишет, что выбрал своим героем человека, для которого быть отцом то же, что для святого, для мученика быть христианином. Итак, он снова покажет, какие опустошения производит страсть, ставшая манией. Страсть не признает сделок, она готова на любые жертвы. Композиция отца Горио гораздо сложнее и смелее, чем композиция Евгения Гранде. Здесь переплетаются несколько сюжетных линий. Во-первых, драма самого Горио, разоренного и отвергнутого своими дочерьми Анастазии де Ресто и Дельфиной де Носинген. Затем драма Ватрена, он новое воплощение Феррагуса, бывший каторжник, живущий под чужим именем в пансионе Воке, демон-искуситель, которым мастерски плетет сеть интриг, пока его не разоблачает полиция. Драма Растиньяка, молодого гасконца, отпрыска провинциального дворянского рода, еще наивного и чистого юноши, который с ужасом обнаруживает разложение парижского общества. Наконец, драма родственницы Растиньяка Клары де Босеан, весьма знатной дамы, которая оставляет боготворимый ее любовник, трагедия, объясняющая уже написанную страницу из ее будущего, покинутую женщину. Семейный пансион, вот то место, где перекрещивается судьба этих людей. И в самом деле, разве светское общество, это не позолоченный семейный пансион? Разве дворец Тюэлери не семейный пансион, над дверьми которого красуется корона? С этого времени в творческом воображении Бальзака живет целое общество. Однако, для того, чтобы вдохнуть жизнь в сотворенный им мир, он постоянно вводит туда элементы реального мира, воспоминания, наблюдения, создавая образ Горио, бывшего вермишельщика, он подробно расспрашивал Маре, домовладельца с улицы Кассини, некогда торговавшего мукой. Бальзак хорошо знал такие заведения, как пресловутый пансион вдовы Воке. Это был не какой-нибудь определенный семейный пансион, а своеобразный сплав из различных семейных пансионов для лиц обоего пола и прочее. Само имя Воке запомнилось ему еще со времен Тура. Любопытный штрих может дать представление о том, каким неожиданным находкам приходит писатель в процессе творчества. Отвратительная госпожа Воке произносит «липы», совсем так, как Ева «логанская». Бальзака бесконечно забавляла эта озорная мысль. Рисуя Растиньяка, писатель наделил его некоторыми, но только некоторыми своими чертами. Растиньяк, честолюбив, как и его создатель, но это честолюбие совсем иного рода, чем у молодого писателя. У Растиньяка, как и у самого Норе, две сестры. Старшую зовут Лора, и она отдает брату все свои девичьи сбережения. Растиньяк с высоты кладбища Пер-Ла-Шес бросает вызов Парижу, восклицая «А теперь кто победит? Я или ты?» Такой же вызов бросил в свое время столице творец Растиньяка, живший тогда на улице Ледегиер. Соединение чистоты и чистолюбия, характерное для героя романа, было также характерно для молодого Бальзака. Что касается Ватрена, то он в значительной мере списан с видока, но и в нем можно обнаружить кое-что от самого автора. В 20 лет Бальзак мечтал о магической власти, которая подчинила бы ему весь мир. Уже первые его романы изобилуют пиратами, корсарами, людьми, стоящими вне закона. В 1834 году он думает почти как Ватрен, что люди пожирают друг друга, точно пауки в банке, и что никто не требует отчета от негодяя, добившегося успеха. Меня не спросят, кто ты такой. Я буду господин 4 миллиона. Бальзак восхищается Ватреном. Великое преступление это порой почти поэма. Однако, как и растиньякам, им владеют серьезные сомнения. Если свет подобен джунглям, то нужны законы, государство, религия, семья. Тема отцовской любви затрыгивает в душе Бальзака самые чувствительные и сокровенные струны. В случае с Горио речь идет об отцовстве по крови. «Моя жизнь в дочерях», говорит он, «если им хорошо, если они счастливы, нарядно одеты, ходят по коврам, то не все ли равно, из какого сукна мое платье и где я сплю. Им тепло, тогда и мне не холодно, им весело, тогда и мне не скучно». Он смотрит на своих дочерей, как Бог, на сотворенный им мир. «Только я люблю моих дочерей больше, чем Господь Бог любит мир, ибо мир не так прекрасен, как сам Бог, а мои дочери прекраснее меня». В творчестве Бальзака мы не раз встретимся со страстным желанием его героев жить более счастливой и наполненной жизнью, как бы перевоплощаясь при этом в другого человека. Без сомнения, тема эта как-то связана с темой Прометеева созидания. К услугам писателя целый гарем, где живут все те женщины, которыми он не мог обладать. Через созданных персонажей он вкушает любовь, могущество и славу, подобно тому, как Горио вкушал счастье через своих дочерей. Как и Горио, Бальзаку надо было сделать выбор между созиданием и жизнью. Он убивал себя ради собственных творений, как бедный старик ради своих дочерей. Но из всех проблем, затронутых в романе «Отец Горио», автору ближе всего годы ученичества растиньяка. Настоящий писатель, создавая своих героев, ведет их теми путями, которыми он и сам мог бы пойти в жизни. Эжен де Растиньяк приехал в Париж из провинции, веря в силы семейных привязанностей. В столице он повсюду встречает грязь и разложение, дочерей, отрекающихся от отца, жен, глумящихся над мужьями, жестоких и высокомерных любовников. За то время, пока он находился между голубым будуаром графине Д'Ре-Сто и розовой гостиной госпожи Д'Босеан, Эжен успел пройти трехлетний курс парижского права. Родственница растиньяка, госпожа Д'Босеан, гордая и страстная женщина, преподает ему первый жизненный урок. Чем хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше вы пойдете. Наносите удары беспощадно, и перед вами будут трепетать. Смотрите на мужчин и женщин, как на почтовых лошадей. Гоните, не жалея, пусть мрут на каждой станции, и вы достигнете предела в осуществлении своих желаний. Запомните, что в свете вы останетесь ничем, если у вас не будет женщины, которая примет в вас участие. И вам необходимо найти такую, чтобы в ней сочетались красота, молодость, богатство. Если в вас зародится подлинное чувство, спрячьте его, как драгоценность, чтобы никто не подозревал о его существовании, иначе вы погибли. Грозный вот тренд подтверждает слова виконтессы. Бьюсь об заклад, стоит вам сделать два шага в Париже, и вы сейчас же натолкнетесь на дьявольские махинации. Вот жизнь, как она есть. Все это не лучше кухни. Вони столько же, а если хочешь что-нибудь состряпать, пачкай руки. Принципов нет, а есть события. Законов нет, есть обстоятельства. Человек высокого полета сам применяется к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими. Тот, кто постиг две эти истины, видит, что перед ним открыт путь к успеху, неотделимое презрение к людям. Растиньяк проливает на могиле папаша Горио последнюю чистую юношескую слезу, а затем, бросив общество свой вызов, он для начала отправился обедать к дельфине Нуссинген. Необычность этой книги, оправдывавшая победную песню, которую Бальзак исполнил у Сервилий, и превратившая ее действительно в краеугольный камень будущей эпопеи, заключалась в том, что в ней вновь появились уже знакомые читателю персонажи. Автору и прежде случалось заимствовать имя или характер из своих предыдущих книг. Отныне этот прием возводится в систему. У Бальзака будут свои врачи Бьяншон Деплен, свои сыщики Карантен Пирад, свои адвокаты Дервель Дерош, свои финансисты Носинген братья Келлеры, свои ростовщики Гопсек, Пальма, Бидо по прозвищу Жегоне, госпожа Дересто, она уже знакома нам по Гопсеку, растиньяк, он уже появлялся в шагреневой коже, правда, там он был только именем, только силуэтом, но еще не раз встретимся с ним на протяжении его карьеры, он изменится, и это придаст нарисованной Бальзаком картине развитие во времени. Вотрен будет позднее зловещей тенью нависать над судьбой Люсиена де Рюбампре, как он прежде нависал над судьбой Растиньяка, госпожа де Босеан, в романе Отец Горио мы присутствуем при ее сердечной драме, объясняющей события, описанные в покинутой женщине. Вся знать Листомеры, Кергоруэты, Мафриньезы, Гранлье толпится в гостиных Викантесы де Босеан. Отныне мир, созданный воображением Бальзака, будет казаться ему более незыблемым, чем реальный мир, в котором он живет. Он будет рассказывать новости о населяющих его людях, как рассказывают о тех, кто и в самом деле живет на земле. А теперь поговорим о вещах серьезных. За кого мы выдадим замуж Евгению Гранде? Или позднее, знаете, ведь Феликс де Ван Денес женится на барышне из рода Гранвилей. Это превосходная партия. Сама мысль о постоянном возвращении одних и тех же героев представляется довольно естественной. Все крупные романисты могли бы прибегнуть к такому приему. Ведь каждый из них вынашивает в себя определенное число персонажей, которые дороги ему. И, выводя их под различными именами, писатель как бы создает несколько вариантов одного и того же типа. Для Стендаля Фабрица Дель Донго или Люсьен Левен идеал мужчины, на которого он сам хотел бы походить. Госпожа Дереналь, госпожа Дешатле, идеал женщины, которую он хотел бы любить. Левен отец, маркиз Делемоль, идеал умного и циничного старика. Подобно этому и Бальзак создал образы своего рода двойников, Феррагус и Ватрене. Оба эти персонажи по воле автора воплощают стремление к могуществу. Затем писатель посчитал, что Ватрену лучше исчезнуть, а впоследствии появиться вновь, ибо в жизни такие чудовища редко встречаются. В то же время Бальзаку придется чуть не в каждом романе выводить на сцену группу чистолюбивых Дэнди, начиная с Анри де Марсе, этого железного человека, ставшего премьер-министром, Ла Польферина, Максима де Трай и кончая незадачливым Полем де Манервилем, а также целый рой знатных кокеток герцогиню де Ланже, княгиню де Каденьян, маркизу де Спар. Понятно, что для того, чтобы романы, написанные до возникновения великого замысла, могли занять свое место в задуманной эпопее, их придется слегка переработать, изменить некоторые имена и даты. Но как много они при этом выиграют, эпизоды, прежде казавшиеся незначительными, теперь будут возвещать важные события в грядущем. Порой показом будущего объясняются настоящие. Но чаще новые романы берут свое начало в прошлом. Из беседы после ужина внезапно всплывает правда о персонаже до то ли окутанном тайной. Все происходит как в жизни, которая открывается нам не сразу, а постепенно выступает из-за мрака. Мы узнаем о людях по воле случая, заглянув ненароком в приотворенную дверь, услышав неожиданное признание. Самый блестящий тому пример Де Марсе. Читатели никогда не бывают свидетелями его политической деятельности, а между тем Де Марсе словет, как отмечает Ален, единственным государственным деятелем после Толейрана. Но еще более характерен, пожалуй, образ Ронки-Роля. Это превосходная зарисовка. Его повсюду встречают, но толком не знают. Впрочем, его знают достаточно. Он один из тринадцати и ничего больше. Таким образом, возникает реалистическое изображение целого, гораздо более впечатляющее, чем изображение отдельных частей. Многие критики говорили, разве можно согласиться с тем, что трупа комедиантов со строго определенным амплуа представляет собой целый мир? Как поверить в то, что весь Париж лечится у Бьяншона или обращается к услугам одного адвоката Дервилля, что Серези, Бован и Гранвиль так долго стояли во главе судейского сословия Франции? Но ведь это факт, что во все времена крайне немногочисленная элита руководит страной, и что в каждую данную эпоху можно по пальцам перечесть героинь нашумевших любовных историй. С другой стороны, мы принимаем как неизбежную условность романа то обстоятельство, что несколько его персонажей воплощают множество людей. Одна из функций искусства — заменять хаос присущей жизни разумным порядком. И в этом созданном его фантазии мире художник умеет сохранить немало таинственного и случайного, что позволяет ему сообщать всему изображаемому жизненное правдоподобие и рельефность. Никогда еще Бальзак не работал с такой уверенностью. Он писал отца Горио сначала в Саше, но главным образом в Париже, на улице Кассини, причем трудился по 16-18 часов в сутки, а в ноябре 1834 года даже и по 20 часов. «Это всем моим книгам книга», сообщал он чужестранки. Ему хотелось поскорее закончить отца Горио и приехать в Вену, чтобы повидаться с госпожой Ганской в годовщину незабываемого дня 26 января. Но дописывая роман, он одновременно должен был держать корректуру его первой части, которая в это время печаталась на страницах Ревю де Пари. 15 декабря Бальзак в полном изнеможении в постели и не в силах ничего делать, ни о чем слышать. Тщетно герцогиня Добрантес взывает к нему, упрекает его, что он совсем ее забыл. «Вся моя жизнь», отвечает он, подчинена одному непрерывному труду без всякой передышки. Я уже не могу писать, слишком велика усталость, так что не думайте обо мне дурно, говорите себе, он работает днем и ночью, и удивляйтесь лишь тому, что вы еще не услышали о моей смерти. Иногда я езжу в оперу или к итальянцам, вот мои единственные развлечения, ибо там не нужно ни думать, ни говорить, только смотреть да слушать. Зюльма Карро снова родила мальчика, ему дали необычное имя Йорик, из любви к Стерну, стало быть, и к Бальзаку. Он рэцелует ее в лоб, но издали. У него нет времени, чтобы хоть ненадолго приехать во Фрапель. Никогда еще уносящий меня поток не был столь стремительным. Никогда еще столь чудовищно величественное произведение не владевало человеческим умом. Я сажусь за работу, как игрок за игорный стол. Сплю не больше пяти часов, а тружусь по восемнадцать часов в сутки. Я приеду к вам полумертвым, но порой мысль о вас придает мне силы. Я покупаю гренадьеру и расплачиваюсь долгами. В день рождения мамочки ей исполнилось пятьдесят шесть лет, которую дети поселили в Шантильи в обществе компаньонки. Лора и Анаре хотели бы повидать ее, но как это осуществить? Столько дел удерживает их в Париже. в качестве достойного возмещения они вместе посылают ей подарок — часы на голубом шнурке. Только пусть она не проговорится с Сервилю, ибо мой муж, пишет Лора, ничего не понимает в таких сердечных знаках внимания. Госпожа де Костри сделала еще одну попытку залучить к себе Бальзака. Она весьма любезно пригласила писателя через своего дядю герцога Фитца Джеймса приехать в Кевион. Однако незавершенный отец Грио одержал верх над оконченной герцогиней де Ланже. Кроме того, Бальзака раздражал внезапный интерес маркизы к Сент-Деву, которого он терпеть не мог. В июле 1834 года Сент-Дев опубликовал роман «Сладострастие». Госпожа де Костри, неисправимая охотница на светских львов, написала автору этого романа письмо «Пытаться выразить, как глубоко меня взволновала ваша превосходная книга, трудная задача для несчастной женщины, которой знакомы одни только жизненные невзгоды». Этот испытанный прием удался. опытному птицелову в юбке ничего не стоит поймать в своей сети литератора. Известный критик и его почитательница подружились. Сент-Деву, человеку от природы флегматичному, была чужда пылкая требовательность Бальзака. Духовная дружба его вполне удовлетворяла. Впрочем, то была очень нежная дружба. Маркиза подарила Сент-Деву серебряный крест, к которому приложился на смертном одре Виктор фон Меттерних. И это выводило из себя Бальзака. Вот почему он послал Маркизе весьма холодное письмо, в котором подчеркнуто именовал ее сударыня. Сперва она возмутилась, но потом попыталась вновь подчинить его себе. Маркиза де Кастри Бальзаку 29 октября 1834 года. Я не собираюсь просить вас вернуть мне дружбу, в которой вы столько раз клялись, но если дружбы ко мне нет больше в вашем сердце, лучше уж вовсе не говорите о ней. Этой ночью меня мучили жестокие кошмары, я испытываю властную потребность побеседовать с вами. Друг мой порывает с любовницей, но не с женщиной, другом, особенно с другом, который готов радоваться вашим радостям и делить с вами горе, другом, пребывающим в печали и во власти недуга. Ведь за три года дружбы мы с вами столько передумали вдвоем. Господи Боже, мне так мало осталось жить, зачем же омрачать мои дни лишним горем и страданием? Ваше обращение с удары не причинило мне боль. Вспомните экс, письмо Луи Ламбера, которое вы прислали мне, подумайте о тамошней речушке в разрушенной мельнице, о монастыре Гран-Шартрес. Неужели же я одна, вспоминая обо всем этом? В таком случае ничего не отвечайте. Ваше молчание скажет мне, что все кончено, все кончено. О, нет, не правда ли? Вы меня все еще любите. Я ваш друг, ваша письма, от которого быстрее забьется мое сердце. Как унижается эта гордячка? Бальзак долго не отвечал, но все же он не в силах был полностью порвать с ней и признал свою слабость. Вы медленно обрывали одну за другой бесчисленные узы, которыми я в свое время охотно связал себя, но вам дано с помощью одного ласкового слова вновь скрепить их. И все же в начале 1835 года, когда Бальзак окончательно обессилев решил немного передохнуть, он отправился на несколько дней в Буланьеру к больной и по-прежнему дорогой его сердцу госпоже де Берни. Ей под шестьдесят. Невзгоды изменили, иссушили ее. Моя привязанность к ней возросла. Я говорю об этом без всякого тщеславия ибо не вижу в том никакой заслуги. Таким сотворил меня Господь. Зла я ни на кого не держу, но постоянно вспоминаю содеянное мне добро. Я всегда с трепетом думаю о людях, любящих меня. Возвышенные чувства так благотворны. Зачем же искать дурные чувства? Другому надежному другу Агюсту Борже Бальзак поверял свое горе. Госпожа Деберни поражена сердце, болезнь ее неизлечима. Я потрясен до глубины души. Если этот небесный светоч будет отнят у меня, все вокруг словно померкнет. Ведь вы знаете, что она моя совесть и сила. Она для меня превыше всего, как небесная твердь, как дух надежды и веры. Что со мной будет? Она не знает, чем больна, но слишком хорошо чувствует, что умирает. Госпоже Ганской он писал, если небо отнимет у меня эту подругу, вы станете одной единственной женщиной, открывшей для меня свое сердце. Только вы одна будете владеть отныне магическим заклинанием «Сызам откройся», ибо чувство, которое питает ко мне госпожа Коро из Судена, в некотором роде повторяет чувства моей сестры. Оплакивая привязанность, которую смерть грозила вот-вот оборвать, Бальзак сильнее тянулся к другой женщине, более молодой. Возможно, он смутно чувствовал, что для такого перегруженного сверх всякой меры человека, как он, расстояние делало его привязанной с Ганской менее обременительной. Возлюбленная и живущая вдалеке кажется особенно неотразимой и очаровательной. Женщина, подобная Беатричи, Лауре и даже превосходящее их играет огромную роль в нашей жизни. Беатричи, Лаура, право же, в чрезмерной скромности его не упрекнешь. Отец Горио был окончен 26 января. Таким образом, день этот стал вдвойне незабываемым. Бальзак послал Еве Ганской рукопись, переплетенную Шпахманом, и снабдила следующим посвящением. «Госпожа гостиницы Лук в Женеве». Это было безобидное посвящение, которое можно было показать Венцеславу Ганскому. Читатели Ревю Депари, как и Чужестранка, восторженно встретили отца Горио. Бальзаки сам знал, что книга эта превосходит все написанное им прежде. Люди в один голос утверждают, что Евгения Гранде «Поиски Абсолюта» все осталось позади. Первое издание романа мгновенно разошлось, едва началась продажа. Однако критики не сложили оружие. Они упрекали Бальзаков при увеличениях. Что за мир? Что за общество ханжески восклицал Курье-Франце? Какая карикатура нацовское чувство? Какие отвратительные нравы? Какие цинические картины? Сколько распутных женщин? Напрасно Бальзак в своем полушутливом предисловии приводил статистическую таблицу и доказывал, что из шестидесяти его героинь тридцать восемь добродетельны. Он даже соглашался пойти на уступки и в своих новых произведениях выводить на сцену только уже знакомых читателю грешниц, чтобы не увеличивать их числа. Против него объединились политические противники, фарисеи и, главное, мелкие завистники. В декабре 1834 года журнал МОД, некогда дружески настроенный по отношению к писателю, осмеял вездесущность Бальзака, имя которого постоянно мелькает у вас перед глазами словно фантастическое видение. Без господина Бальзака немыслимо книжная торговля. Поймите нас правильно, книжная торговля, ибо книжная торговля и литература отнюдь не синонимы. Не наша вина, что такие мысли приходят нам в голову по поводу господина Бальзака. Господин Бальзак разделяет вместе с господином Полем де Коком сомнительную честь видеть, как его имя четырехдюймовыми буквами пишут в витринах всех читальных залов Парижа, предместий и провинций. Господин Бальзак обещает нам, если верить каталогом книгопродавцев в ближайшие десять лет удовлетворять аппетиты самых ненасытных потребителей современной литературы. Господи, спаси нас! Журналисты высмеивали личность автора, дворянскую частицу Д перед его фамилией, его стремление к роскоши, даже его любовные связи. Когда речь идет о человеке недюжинном, злоба уже не соблюдает правил приличия. Он мог бы сказать «Господи, избавь меня от друзей, а с врагами я сам справлюсь». Но он выбрал упорный труд и молчание. Какими бы неистовыми ни были нападки и клевета, я стою выше их. Я ничего не отвечаю. Впрочем, отец Горио производит фурор. Никогда еще публика так не спешила прочитать книгу. Книгопродавцы заранее возвещают о ее выходе. Ей богу, это просто грандиозно. Улица Батай. Таинственный гермафродит чаще всего подобен некоему произведению в двух томах. Бальзак. Перед тем, как приступить к работе над отцом Горио, Бальзак опубликовал в составе сцен парижской жизни, издававшихся госпожей Боше, начало необычной и превосходной повести «Златоокая девушка». Он закончил ее в 1835 году. Эта небольшая повесть, представляющая собой один из эпизодов истории 13, имеет важное значение. И вот почему. Она открывается блестящим эссе о Париже, что подобен огромному полю, где непрестанно бушует буря корысти. Там встречаешь не человеческие лица, а личины. Личины слабости, личины силы, личины нищеты, личины радости, личины ханжества. Все истощенные, все отмеченные несмываемой печати распаленной алчности. Чего хотят они? Золото или наслаждение? В этом аду, где все дымится, все горит, все блестит, все кипит, все пылает, испаряется, гаснет, Бальзак различает пять кругов. Первый из них мир неимущих. Это рабочий, пролетарий, мелкий лавочник. Затем следует второй круг, те, у кого уже есть кое-что за душой. Это оптовые торговцы, чиновники, клерки, словом, буржуа. Что нужно буржуа? Тесак национальной гвардии, к обеду неизменное мясо с овощами, законным образом сколоченный капиталец, чтобы обеспечить себя на старости лет, и приличное место на кладбище перлашест. третий круг этого ада, который когда-нибудь, вероятно, обретет своего Данте, составляет стряпчие адвокаты, врачи, нотариусы, все исповедники этого общества, испытывающие к нему презрение. Четвертый круг — люди искусства. Лица их поражают своим изможженным, хотя и благородным видом. Здесь соперничество и клевета убивают таланты. Наконец, пятый круг — аристократия, владетельная знать, благоухающая золоченая гостиной, мир богатый, праздный, обеспеченный. Тут все нереально. Под личиной учтивости скрывается упорное презрение, здесь царят счастливие и скука, пустое существование превращает лица в безжизненные маски, в обычную физиономию богача, искаженные гримасой бессилия, освещенные отблеском золота, утратившие признаки мыслей. На нескольких страницах Бальзак создал гигантскую фреску, выдержанную в мрачных тонах, но выписанную превосходно. «Эта напряженная жизнь Парижа», продолжал писатель, «идет на пользу кучки избранных существ. Тут есть женщины, живущие на восточный лад и сохраняющие благодаря этому свою красоту. Здесь можно встретить и прелестные лица юношей. Со свежим очарованием английской красоты лица эти сочетают выразительность, французскую одухотворенность, чистоту форм. Горячий огонь очей, прелестные алые губы, шелковистый блеск черных кудрей, белая кожа, нежно-овалы лица превращают этих юношей в прекрасные цветы человеческие, производят блистательные впечатления среди массы тусклых, старообразных, носатых, кривляющихся физиономий. Таков главный персонаж пояси, красивый, как Адонис и загадочный Анрида Марсе, побочный сын лорда Дедли, один из тринадцати. Для женщины увидеть его значило потерять голову. На свежий цвет лица и ясные глаза Дед Марсе только обманчивая личина. Он уже не верит ни мужчинам, ни женщинам, не верит ни в Бога, ни в черта. И вот прогуливаясь по террасе Фильянов, Анри встречает девушку необычайной красоты. Они страстно влюбляются друг в друга, хотя Пакиту Вальдес златоокую девушку ревниво стерегут. Ему удается проникнуть в ее жилище в белом будуаре, словно созданном для любви, в обстановке неслыханной роскоши она становится любовницей до Марсе. Он обнаруживает, что она детственна и вместе с тем уже достаточно опытна. Пакита ведомо наслаждение, ибо она любит женщину, ту, что поручилась стеречь ее мулату, готовому на все, даже на убийство. Женщина это маркиза де Сан-Реаль, она также дочь лорда Дедли и сводная сестра Андри де Марсе. Пакита обернулась в саду Тюльри, чтобы получше разглядеть молодого человека, именно потому, что ее поразило удивительное сходство между ним и маркизой. Отныне она будет любить одно и то же существо в двух лицах, в облике мужчины и женщины. Это подготавляет свирепую и несколько экстравагантную развязку. В ту самую минуту, когда Анри де Марсе, один из тринадцати, узнав, что златоокая девушка любит маркизу, врывается с помощью своих друзей в ее дом, чтобы отомстить, маркиза кромсает кинжалом тело изменницы. Брат и сестра оказались глазу на глаз в залитой кровью комнате. Маркиза уйдет в монастырь, Анри станет любовником Дельфины Денусинген. Такова писал Гуга фон Гофмансталь эта великолепная и незабываемая история, где сладострасти рождается из тайны, где во время бессонной парижской ночи Восток раскрывает свои тяжелые веки, необычайные приключения приплетаются с действительностью и настоящее освещается таким ярким светом факела, что начинает походить на ослепительные сновидения стародавних времен. Ее начало могло бы принадлежать Данте, конец словно взят из тысячи одной ночи, и вся она могла выйти только из-под пера того, кем написано. Вот мнение поэта. По правде говоря, излишество в описаниях роскоши и выспринность стиля несколько шокирует. Однако следует помнить другую фразу латуша «Оставьте темное пятнышко под левой грудью вашей возлюбленной, ведь это же родинка». Тема произведения, несмотря на всю занимательность сюжета, привела в ужас госпожу Ганскую. Зюльма Коро также в негодовании отвернулась, а между тем Бальзак был не первым романистом, проявившим интерес к лесбийской любви. Он был знаком с эротической литературой восемнадцатого столетия, и монахиня Дидро открыл ему глаза на неистовое проявление этой страсти. В книге Латуша Фраголетта говорилось о двусмысленной дружбе между Леди Гамильтон и неаполитанской королевой Марией Каролиной. Сам Бальзак писал в физиологии брака. «Юная девушка, быть может, сохранит в пансионе девственность, но отнюдь не целомудрие». И он описывал там первые утехи, робкие проявления сладострасти, «Видимость, блаженство». В тетради, куда писатель вносил свои планы, упоминается произведение «Любовь в гареме». Одна из наложниц любит другую, она изо всех сил старается уберечь ее от внимания властелина. Кроме того, Бальзак был наслышан о нежных отношениях между Жорж Сант и Марией Дорваль. Они их много толковали в столице. Он поселил у себя на улице Кассини Жюля Сандо, который обожал первую из этих женщин и взял в себе в любовницы вторую после разрыва с Жорж Сант, ибо вновь обретал этим дивное благоухание минувших дней, как выразился Арсен Уссе. К тому же Бальзак был близким другом доктора Эмиля Реньо, одного из прототипов раса Беншона и наперстника Читы Санда Санд. В послесловии к златоокой девушке Бальзак намекнул, что он имел в виду Мари Дорваль, сказал, если кого-нибудь интересует златоокая девушка, он может увидеть ее после того, как упал за нис. Так актриса, желая получить свой недолговечный венок, поднимается в полном здравии, хотя на глазах у публики была заколота кинжалом. Однако не только этот недавний пример подсказал Бальзаку выбор сюжета. Человек, желающий описать все стороны современного ему общества, не может пренебречь его, так сказать, изнанкой. Привязанность в отренах Кэжена де Растиньяку напоминает страсть, которую маркиза де Сан-Реаль питает к Паките Вальдес. «Дело в том, что я люблю вас», говорит Ватрен Растиньяку. Создатель образа Ватрена Бальзак придавал мужской дружбе почти мистическое значение. Хорошо его знавший Теофиль Готье записал, «Бальзак мечтал о героической преданной дружбе, о том, чтобы душа, мужество, ум двух людей слились в единую волю». Дружба между Пьером и Джофьером, персонажей из пьесы «Спасенная в Венеции» английского драматурга Отвея, заговорщиками, готовыми отдать жизнь один за другого, глубоко поразила его, и он несколько раз вспоминает о ней в своих произведениях. Ватрен говорит Растиньяку «Пьер и Джофьер вот моя страсть». История Тринадцати это история такого слияния воли нескольких людей, между которыми не существует никакого чувственного тяготения. Бальзак был просто одержим подобной идеей, и позднее он создаст тайное общество «Красный конь». Его члены должны были при любых обстоятельствах поддерживать друг друга, немедленно откликаться на всякий призыв к конюшне захватить ключевые позиции в книгоиздательствах, прессе и театре. Теофиль Готье, Леон Гозлан, Гранье де Кассаньяк, Альфонс Карр, Луи де Нуайе, Жан Тусен Нерль войдут в число коней, которых Бальзак будет собирать за столом в ресторане, чтобы изложить свой план предстоящей компании. Это не человек, а какой-то дьявол, признавался Теофиль Готье, он обладал такой силой воображения, что во всех подробностях описывал каждому из нас блестящую и полную славы жизнь, которую нам обеспечит содружество. Действительно, мысль покорить общество, чтобы скромно закончить свою жизнь, сделавшись пэром Франции, министром и миллионерам с юных лет преследовала Бальзак. Впрочем, писателю пришлось довольно скоро распустить общество «Красный конь» и прийти к следующему выводу. Во Франции ассоциации мужчин невозможны, но еще долго его будет соблазнять роль покровителя какого-нибудь юноши. Он предоставил приют у себя на улице Кассини, сперва Гюсту Борже, а затем Жюлю Сандо. В той части своих мемуаров, которая не увидела света, Филарет Шаль намекает, что дружба Бальзака с этими молодыми людьми считалась порочной. Он, Бальзак, не питал склонности к женщинам, и единственная дама, которой он, как утверждала молва, восхищался, госпожа Каннелли, супруга его издателя. Пленяла его, как рассказывали, необыкновенно красивыми и пышными волосами, которые покрывали ее всю, когда она их распускала. Наш натуралист-романист наслаждался, погружая пальцы в эти пушистые волны. Бальзак не питал склонности к женщинам. Факты письма доказывают нелепость подобного утверждения. Никто лучше, чем он, не описал неистовое влечение к женщине, которая испытывает юноша. Никто не ожидал от женщин больше, чем он, и никто со своей стороны не давал им больше. Всевозлюбленные Бальзака считали его превосходным любовником. Письма госпожи Доберни дышат удовлетворенной страстью. Его письма госпожа ганской, полны дерзкой интимности. Герцогиня Добрантес, хорошо разбиравшаяся в мужчинах, не пренебрегала Бальзаком. Он был не только прекрасным любовником, но и другом. И понимал женщин лучше, чем кто-либо иной. Тут какой-нибудь Филарет Шальс сказал бы, что подобная интуиция как раз и свидетельствует о том, что в натуре самого Бальзака было нечто женственное. Несомненно. Великий писатель должен охватывать все стороны человеческого существования. Для того, чтобы написать некоторые страницы, он должен чувствовать то, что чувствует женщина. Слов нет, когда Бальзак описывает прекрасного юношу, и вот он выдает восхищение мужской красотой. Возможно, он в эти минуты испытывал к такому молодому человеку симпатию. Он проникал в чувство Ватрена, мысленно ставил себя на его место. Возможно, даже немного завидовал ему, но в жизни его примеру не следовал. Мы уже замечали в Бальзаке явный интерес к гермафродитам. В златоокой девушке вновь появляется, правда, в несколько иной форме, Анри де Марсе и его сестра, Серафит Серафита, существо, соединяющее в себе одновременно и мужчину, и женщину. Такая двойственность определяется тем, что в самом писателе жили как бы два человека. Один могучий бунтарь с непомерными желаниями, жажда могущества заставляла его не раз мечтать о некой магической силе, или об опоре на тайное общество, он с суровым героизмом вел эту ужасную борьбу с ангелом, какое является литературное творчество. Второй бедняга, легко ранимый, простодушный, нуждающийся в чисто материнском покровительстве, госпожа де Берни, госпожа Ганская, Зюльма Каро. В любви он пользуется тем же чувствительным языком, что и женщина. Но это не извращенность, не порочность, а всего лишь слабость, сочетавшаяся в Бальзаке с необычайной энергией. Подобная двойственность без сомнения необходима творцу. В случае с Сандо нет ничего неясного. В августе 1834 года, завтракая с Бальзаком, Жюль рассказал, что после разрыва с Жорж Санд, он чуть было не наложил на себя руки, что он утратил веру в себя, потерял цель в жизни и не имеет средств к существованию. Бальзак пожелал стать духовным отцом злополучного юноши и предложил ему поселиться на улице Кассини. Живший там Огюст Борже в то время путешествовал. Чтобы не обидеть щепетильного Сандо, Бальзак поручил ему написать драму о герцогине Монпансье, план которой уже набросан им самим. Я решил взять Жюля Сандо к себе. Надо хорошо устроить этого чувствительного юношу, потерпевшего крушение в Житейском море, и направлять его плавание по литературному океану. Устройство юноши обойдется довольно дорого, направлять его работу будет нелегко, неважно. Сандо, Бальзак называл его милый Сандо, за все расплатится, когда пьеса принесет ему богатство. 1 ноября потерпевший крушение в Житейском море Сандо присутствовал на обеде, который Бальзак давал в честь пяти светских львов или тигров из инфернальной ложи. Я разрешаю себе неоправданное роскошество. У меня будет Россини и Олимпия, его кара-донна возлюбленные, самые тонкие вина Европы, самые редкостные цветы, самые изысканные ярства. Форель, цыплята, мороженое, и за все он расплачивался векселями. Золотых делмастер Лекуэнт прислал пять серебряных блюд, три дюжины вилок, лопатку для рыбы с резной серебряной ручкой, и это после торжественного обеда должно было отправиться примехонько в ломбард. Что думал обо всем увиденном милый Сандо? Он был буквально ошеломлен таким роскошным образом жизни, а главное испуган неистовым трудом Бальзака. Сандо говорит, что никакая слава не может вознаградить за подобный труд, что он предпочел бы лучше умереть, чем работать с таким напряжением. С этой поры начинается взаимное разочарование. Голова у Сандо шла кругом. Бальзак заставил молодого человека заниматься различными разысканиями для будущей пьесы, на дело подвигалось туго. Я лихорадочно делал выписки, говорит Сандо, но его это не удовлетворяло. Когда же я в полном изнеможении растягивался на своей узкой железной кровати, то считал себя счастливым, если этот титан внезапно не будил меня, желая прочесть свеженаписанные страницы своего нового романа или засадить меня в заправку своих бесконечных корректур. Сандо писал Бальзаку, «Борьба предает вам величие, а меня она убивает. Вы жаждете бури, а мне нужен покой». Что касается Бальзака, то теперь он думал о юном Жюле примерно то же, что думала и Жорж Санд. Лень Сандо удивляет и раздражает труженика Бальзак. Вы даже вообразить себе не можете какой-то бездельник и нерадивый человек. Он совершенно лишен энергии и воли. Ныне он приводит в отчаяние друга, как прежде приводил в отчаяние возлюбленную. Все же инициатором разрыва был Сандо. И Бальзак пострадал при этом и в денежном, и в моральном отношении. Однажды в марте 1836 года молодой человек сбежал, написав своему гостеприимному хозяину ласковое письмо и предоставив ему рассчитываться за жилье и расплачиваться с долгами. Сандо писал, «Дорогой Мар, я уже давно считал, что веду малодостойную жизнь. Я пользовался роскошью, которой не заслужил своим трудом. Долги мои росли с каждым днем, порой мне начинало казаться, что я близок к самоубийству. Я хотел работать, но не мог. И вот я решил все это бросить. Прощайте, старина, муж по-прежнему вас любит». И позднее, милый Мар, я надеялся, что в последний день смогу вас обнять. В этих прозвищах Мар и муж пожелали усмотреть доказательства подозрительной дружбы. На самом же деле, это были шутливые имена, какие придумывают друг другу приятели. Подобно тому, как Ватрен прибавлял словечко «рама» ко всем словам и называл растиньяка «маркиз де растиньяка рама», сам Бальзак превратил жаргонный суффикс «мар» в приставку и называл себя «маршал, мар-абу». Из-за монашеской сутаны Онере друзья прозвали его Дон Мар. К тому же, задолго до получения этого письма, Бальзак перестал появляться у себя на улице Кассини, и Сандо жил в его квартире один, в обществе кухарки. На ограде дома было прибито объявление «сдается квартира». Писатель тем временем приспособил для себя в шайо на улице Батай неприступное убежище. Зачем он это сделал? Отчасти для того, чтобы укрыться от преследовавших его кредиторов. Хотя он за последние четыре года и заработал много денег, но еще не расплатился с взаимодавцами. Помимо суммы, которые он все еще должен матери, у него на шее 46 тысяч франков долга. Много говорилось о том, что долги эти результат банкротства его типографии, но их подлинная причина слишком роскошный образ жизни. Расходы Бальзака поистине огромны. Для того, чтобы успешно работать, он должен жить в хороша вставленных комнатах, где на полках стоят книги, в дорогих переплетах и бронзовые статуэтки, а полы засланы пушистыми коврами. Золотых делмастер Лекуэнт присылает ему не только столовое серебро, но и две трости, одна украшена красным стердоликом, набалдашник другой с инкрустацией из березы. Вообще трости Бальзака, трости с набалдашниками из золота, из кости носорога, украшенные драгоценными камнями, приобрели широкую известность. Дельфина де Жерарден назвала один из своих романов «Трость господина Бальзака». Писательница притворяется, будто сама верит, что трость это волшебное, что она позволяет она рае становиться по своему желанию невидимкой и лучше наблюдать скрытую жизнь человеческих существ. Но все это лишь декорации, сонная ву, мир феерии. Бальзаку нравится задавать такие пиры, чтобы гостям казалось, будто хозяин владеет талисманом, делающим его обладателем несметных богатств, повелителем времени и пространства. Но когда после пышного обеда, на котором рассинии, громогласно объявляет, что даже у монарха он ничего подобного не видел, ни пил и ни ел, Бальзак вновь принимается за работу, он опять вступает в мир суровой правды, в мир пансиона Боке и банкирского дома Носингена. И в этом мире писатель становится самим собою, с мудрой прозорливость осуждает безумную щедрость папаша Горио, он облачается в белоснежную монашескую сутану и работает, припоясавшись шнуром. В этом мире он успешно проводит самые рискованные спекуляции и с редкостным умением накапливает колоссальное богатство Носингена. Время от времени он делает попытку перенести в реальную жизнь блестящие замыслы своих персонажей, но без успеха, ибо как только внешний мир начинает оказывать сопротивление, Бальзак тут же укрывается в своем внутреннем мире. Задуманное им дело перестает быть выгодным начинанием и становится темой для романа. Стремится ли он к роскоши и счиславия? Нет, все гораздо сложнее. Это как бы часть монументального вымысла Бальзака, героем которого был он сам. И вымысел этот существует не только в его голове. Писатель пытается воссоздать его и в реальном мире. Бальзак никогда не умел провести четкую границу между воображением и действительностью. Если он дает обед, то каждая бутылка вина на столе имеет свою историю. Вот это Бордо трижды объехало вокруг света. А вон тот ром налит из бочки, которая целый век плавала по морским волнам. Чай, заваренный для гостей, собирала при свете луны дочь китайского императора. Если же доверчивый собеседник спрашивает «Все это правда, Бальзак?», то он в ответ разражается заразительным детским смехом. Во всем этом не словечко правды. На улице Батайи в своем неприступном убежище он строил для себя будуар, навеянный грезами, подобный будуару златоокой девушке в особняке маркизы де Санреаль, который описан им в его повести. Диван окружностью в пятьдесят футов, обтянутый белым кашемиром, с черными пунцовыми бантиками, образующими ромбы. спинка спинка этого гигантского ложа возвышалась на несколько дюймов над грудой подушек, придававших ему еще больше роскоши прелестью своих узоров. Будуар был обтянут красной тканью, а по ней трубчатыми складками наподобие каннелюр коринфской колонны ниспадал индийский муслин, отделанный поверху и понизу пунцовой каймой в черных арабесках. Под складками муслина пунцовый цвет казался розовым, и этот цвет любви повторялся на оконных занавесях тоже из индийского муслина, подбитых розовой тофтой и отделанных пунцово-черной бахромой. Шесть двухсвечных канделябров из золоченого серебра, укрепленных на стене на равном друг от друга расстоянии, освещали диван. Таталог, с которого свешивалась люстра матового золоченого серебра, сверкал белизной, подчеркнутой золоченым карнизом. Ковер напоминал восточную шаль. Он являл взором тот же рисунок, что и диван, и приводил на память поэзию Персии, где он был выткан руками рабов. Мебель была обита белым кашемиром с черной пунцовой отделкой. Часы, канделябры, все было из белого мрамора, сверкало по золотой. Переливающаяся ткань обивки, цвет которой менялся в зависимости от направления взгляда, переходя от совершенно белых к совершенно розовым тонам, прекрасно сочеталась с игрой света, пронизывающего прозрачные складки муслина, создавая впечатление чего-то облачного, воздушного. К белизне душа испытывает какое-то особенное влечение, к красному цвету льнет любовь, а золото потворствует страстям, обладая властью удовлетворять их прихоти. Так все смутные и таинственные свойства человеческой души, ее необъяснимые бесконечные изгибы находили здесь поощрение. Эта совершенная гармония создавала какое-то совсем особое созвучие красок, вызвала в душе сладострастные, неопределенные, неуловимые отклики. Как отзвук детских и юношеских грез писателя, как эхо его разочарований и унижений, теперь, много лет спустя, возникала эта роскошная обстановка, достойная султана из тысячи и одной ночи и его наложниц несказанной красоты. Помимо кредиторов, еще одно веское соображение заставило Бальзака покинуть улицу Кассини. Нелепое упорство, с каким национальная гвардия пыталась сделать его одним из своих солдат, точно он был заурядный буржуа из их пошлого реального мира, а за отказ повиноваться ему грозило тюремное заключение. Приходилось скрываться. В доме номер тринадцать на улице Батай Бальзак снял квартиру не на свое имя, а на имя некой несуществующей вдовы Дюран. В дом можно было проникнуть, только зная пароль, который часто менялся. Подошло время сбора яблок. Я принес фламандские кружева. Только после этого посвященный миновав первые и вторые этажи, где никто не жил, пройдя две пустые запущенные комнаты, приподнимал в конце унылого коридора тяжелую портьеру и внезапно попадал в восточный дворец. Был ли это рабочий кабинет Бальзака Эль Будуар Пакита Вальдес? Писатель приказал обить стены плотной и мягкой тканью, чтобы в комнатах царила тишина, а может и для того, чтобы заглушить вопли златоокой девушки. Он надеялся, что на этом диване любви будет уютной его новой Перри, красавице-англичанке, с которой он познакомился в австрийском посольстве. И как знать, быть может сюда к нему пожалует и Андриэта де Костри, окончательно забыть которую он все еще не мог. Бальзак Маркизи де Костри около 10 марта 1835 года Господи, как вы можете думать, что я на улице Кассини, ведь я всего в нескольких шагах от вас. Не нравится мне ваша меланхолия. Будь вы тут, я бы вас разбронил. Я усадил бы вас на огромный диван, и вы бы почувствовали себя феей в своем волшебном дворце. А я сказал бы вам, что в этой жизни для того, чтобы жить, надо любить. Потом он сообщал, что работает над романом, где будет нарисован величественный образ обетованной женщины. Название книги «Лилия долины». Героиню он наречет в честь госпожи Де Костри Анриеттой, странной честь после стольких размолок. Этот труд отнимет все его силы, писал Бальзак. Вот почему я отнюдь не живу, запершись вдвоем с возлюбленной, как вам нашептывает свете. Если бы работая так, как я работаю, я бы еще умудрялся иметь пять-шесть любовниц, которых мне приписывают, я бы потребовал, чтобы меня публично увенчали лавровым венком. Геракл выглядел бы тогда рядом со мной жалким лилипутом. Провести часок с женщиной возможно было бы для меня великим благом, однако белый диван, ожидающий лилию, так и останется стоять одиноко. Впервые в жизни мне удалось притворить в действительность своих грезы эти цветы поэтической фантазии. Жюль Сандо, придя сюда в тот день, когда я засел за работу, воскликнул, что ему почудилось, будто перед ним возник палермский кафедральный собор из оперы «Роберт и дьявол». Моя обитель напоминает будуар женщины, но женщины изысканные и изящные. Спасибо за перья, за вереск, скромный цветок, порадовавший меня, когда я изнемогал под бременем труда. Заглянули бы вы сюда в час, когда я просыпаюсь, и посидели бы часок на диване, опустившись на него как пташка. В целом мире об этом будем знать только мы двое. Между одиннадцати утра и часом дня вы пережили бы минуты поэтические и таинственные. Однако вы уже слишком охладели к удовольствиям, и я не надеюсь на эти радости, которые даруют нам молодость. Через князя Альфреда Шенбурга, чрезвычайного посланника, прибывшего сообщителю и Филиппу о восшествии на австрийский престол императора Фердинанда I и посетившего Бальзака на улице Батай, писатель переслал рукопись златоокой девушке Еве Ганской. Что касается Серафиты, то он признавался, что ему никак не удается закончить эту нелегкую книгу. Непомерный труд истощил его силы. Человеческая природа неумолима. Моя жизнь сосредоточилась в мозгу, тело пребывает в бездействии, и оболочка разбухает. Бальзак в чужестранке Словом, вот уже три недели я непрерывно работаю над Серафитой по двенадцать часов в день. Этот гигантский труд никому не ведом. Люди видят и должны видеть только его результаты. Но мне надо было проглотить множество книг по мистицизму для того, чтобы о нем писать. Серафита опаляющее произведение для тех, кто верит. К несчастью, в нашем жалком Париже даже ангел может стать темой для балета. Он не без гордости сообщал Еве, что его трость с набалдашником чеканного золота, в которой вкраплена бирюза, все еще служит пищей для разговоров в Париже и даже в Неаполе, в Риме. Эта драгоценная трость того и гляди приобретет европейскую известность. Если во время своих путешествий вы услышите, что я обладаю волшебной тростью, которая убыстряет бег коней, раскрывает ворота замков, отыскивает алмазы, не удивляйтесь, а посмейтесь над этим вместе со мною. Никогда еще с таким увлечением не выставляли на показ хвост собаки Алгевиада. Для человека, жаждущего славы сочинить легенду волшебной трости было ловким ходом. Воображение людей легче поразить отрубленным собачьим хвостом или набалдашником трости, нежели философской доктриной. Примечание. Имеется в виду исторический анекдот об афинском политическом деятеле и полководце Алгевиаде 451-404 годы до нашей эры, который велел отрубить хвост своей собаке, чтобы заставить жителей города Афин говорить о себе. Итак, прощайте уже два часа ночи. Я украл у Серафиты целых полтора часа. Она ворчит, зовет меня. Надо ее заканчивать, ибо журнал Ревью де Пари также ворчит. Я взял аванс в 1900 франков, и Серафиты с трудом покроет эту сумму. Прощайте, вам нетрудно представить себе, что, дописывая это посвященное вам произведение, я думаю о вас. Пора уже книге появиться на свет. Здешние литераторы решили, что мне ее никогда не закончить, что это просто немыслимо. Немыслимо? Только не для Бальзака. Он пообещал привезти чужестранке рукопись Серафиты, прежде чем ее ржевузское величество возвратиться в свои владения. Но об одном он ей не писал. О том, что с наступлением весны он часто ездит в Версаль и видится там со своей новой пассией графини Гидабони Висконти Бальзак Зюльмэкаро 17 апреля 1835 года во мне живет несколько людей финансист художник борющийся против прессы и публики затем художник вступающий в борьбу с собственными произведениями и замыслами Наконец живет во мне и человек исполненный страсти он способен растянуться на ковре у ног прекрасного цветка и восторгаться его красками вдыхать его аромат. Тут вы скажете негодный он Ре Нет нет я не заслуживаю такого эпитета ведь я способен отказаться от всех доступных мне радостей запереться у себя в комнате чтобы работать Послушайте дорогая почему вы мне совсем не пишете неужели вы думаете что утратили хотя бы крохотную долю моей привязанности ведь жизненные испытания только усиливают старинную дружбу и так через несколько дней вы увидите меня у себя я давно лелею мечту об этой вылазке но и не знаю как освободиться от ее чар ибо по примеру юных девиц я не в силах противиться приятному соблазну к несчастью для Бальзака жившие в Париже поляки сообщали госпоже Ганской о его весенних шалостях она писала ему теперь только коротенькие письма в которых отчитывала неверного он понимал что надо самому отправиться в Вену чтобы оправдать себя но ему трудно было оторваться от письменного стола я словно коза привязанная к колышку когда наконец капризная рука фортуна освободит меня от пут не знаю у него болела печень но обождите госпожа смерть уж коли вы явились то помогите мне опять взвалить ношу на спину я еще не выполнил свою задачу лилия долины постоянство один из краеугольных камней моего характера бальзак весной 1835 года бальзак работает над несколькими большими произведениями сразу одни он уже пишет другие еще только обдумывает это лилия долины полемический ответ на сладострасти Сент-Бева но только лучше щеголь третий десяток озарных рассказов воспоминаний новобрачной сестра Мария от ангелов книга так никогда и не была написана кроме того он переделывает Луи Ламбера заканчивает Серафиту а вдова Бэше между тем жаловалась Верде приходил в ужас редакции газет металя грома и молнии как всегда бальзак указалось что он близок к цели да и как было ему не верить в свои силы шесть лет тому назад он был безвестным журналистом совпал мещиками работавшим точно поденщик на книгоиздателей прошло каких-нибудь шесть лет и теперь вся Европа читает его в 1837 году к нему придет и богатство ибо тогда все его произведения взятые вместе они вновь станут к тому времени его полной собственностью превратятся в социальные этюды разбогатев он расплатится со всеми даже с матерью он свидется с Евой и наконец-то будет вознагражден за титанический труд я напеваю своим слабым голосом Деодати Деодати писал Анганской она все еще жила в Вене но собиралась возвратиться к себе на Украину для Бальзака было важно повидать ее до отъезда он буквально засыпал ее рукописями и рассказывал содержание своих будущих книг я готовлю к печати большое и прекрасное произведение она будет называться Лилия Долины в нем я изображу очаровательную женщину добродетельную с возвышенной душою у нее угрюмый муж земное совершенство будет воплощено в человеческом облике подобно тому как Серафита есть воплощение совершенства небесного однако пышная Эбелина все реже и реже писала ему и говорила главным образом о своей ревности он ждал от нее только знака чтобы тотчас же поспешить к своей возлюбленной вы ведь знаете что одно из достоинств Бенгали его беспредельная верность эта бедная пташка живет вдали от своей розы от своей перри Бенгали молчаливе грустен но по-прежнему влюблен он он стремился в Вену в ту самую Вену писал Бальзак где я забуду все свои горести воздух Парижа убивает меня тут меня терзает упорный труд различные обязательства враги мне так нужен тихий оазис в Вене он закончит лилию долины посетит поля сражений при Эс-линге в Аграмме это ему необходимо для сцен военной жизни однако перед отъездом он хотел бы приобрести в Турении мило его сердцу загородный дом Гренадьеру чисто бальзаковская мечта ибо у него не было ни единого су из нужной суммы в мае Бальзак внезапно принял решение попросил Ганских отложить их отъезд на Украину он приедет на четыре дня в Вену я как ребенок радуюсь этой эскападе ведь я покину свою каторгу и повидаю новые места ну до скорой встречи деньги на поездку но ведь к его услугам преданный Верде этот добрый гений Верде сам сидел без гроша он обратился к барону Джеймсу Ротшильду тот дал необходимую сумму но при этом присовокупил будьте осторожны с господином де Бальзаком он весьма легкомысленный человек легкомысленный человек отличавшийся к тому же чудовищной расточительностью прикатил в Вену в наемной коляске в сопровождении своего коммергинера Огилста в замке Вайнхейн возле Гейдельберга друг Бальзака князь Альфред Шенбург представил его леди Элленборо необыкновенной красавицы которая всегда была окружена толпой обожателей и не чуждалась галантных приключений после встречи с Бальзаком она не сомневалась в том что помогла французскому романисту создать образ Арабеллы Леди Дедли одной из героинь Лилии Долины читатель позднее увидит что Бальзак списал эту англичанку с другой женщиной близко ему знакомой за те два часа которые я провел в парке у леди Элленборо пока этот глупец князь Шенбург волочился за нею и во время обеда я полностью разгадал эту женщину остановка в Ванхейме была весьма полезной для Бальзака ибо помимо знакомства с Арабеллой он сочинил там письмо-исповедь для своего романа Луи Ламбер это было весьма расплывчатое изложение философской доктрины этого героя но Бальзаку оно казалось гениальным он нацарапал текст сидя на скамейке в парке и позднее включил его в книгу проехав через Штутгарт и Мюнхен он прибыл в Вену где Гански заказали для него комнату в гостинице Золотая Груша на Ландштрассе встреча влюбленных была далеко не так безоблачно как в Женеве его Ганскою переполняло глухое недовольство к тому же им никак не удавалось остаться наедине Бальзак умудрился тайком сорвать несколько поцелуев пламенной сердце и слишком живое воображение зловещий дар богов если нельзя добиться полного счастья отвечающего безмерности желаний Бальзак послал Ганское письмо от человека грязного и беспардонного по нему можно догадаться об оскорбительных упреках с ее стороны я вовсе не грязный человек но конечно человек глупый ибо никак не возьму в толк того о чем вы изволите говорить венские аристократы все без исключения читавшие Бальзака стремились им завладеть он уступал их учтивым домогательством но старался оградить часы своей работы и не отступать даже тут от своего почти монашеского образа жизни Бальзак госпожа Ганской я не могу работать зная что мне надо куда-то идти и никогда не сажусь за письменный стол на час или на два вы все так хорошо устроили что я улегся в постель только в час ночь я собирался утром полюбоваться пратором когда там еще никого нет если бы вы пожелали отправиться туда вместе со мной было бы очень мило поскольку я лишь завтра примусь за лилию долины мне придется работать поначалу по 14 часов в сутки чтобы наверстать упущенное я поклялся либо написать эту книгу в Вене либо броситься в волны Дуная примечание пратор парк в Вене расположенный на берегу Дуная тем не менее Бальзак был польщен приемом который оказал ему австрийский канцлер князь фон Меттерних с этим человеком благодаря знакомству с некоторыми дамами герцогиней Добронте с маркизой Де Костри Онере связывали общие лирические воспоминания госпожа Де Костри возложила на него тайную миссию она хотела чтобы Бальзак переговорил с канцлером о ее незаконороженном сыне Роже фон Альденбурге которому канцлер доводился дедом княгиня Милания фон Меттерних писала в своем дневнике 20 мая 1835 года сегодня утром Клементий ее супруг князь фон Меттерних виделся с Бальзаком канцлер обратился к нему с такими словами «Сударь я не читал ни одной вашей книги но я вас знаю для меня ясно что вы безумец или же человек который потешается над другими безумцами и стремится исцелить их с помощью еще большего безумия» Бальзак ответил что князь совершенно прав что именно такова его цель и он непременно ее достигнет Клементий был очарован манерой писателя смотреть на вещи и судить о них В самом деле политические воззрения Бальзака и политические воззрения австрийского канцлера неплохо уживались Сама же княгиня фон Меттерних нашла что Бальзак прост и добр но одет совершенно немыслимо Князь Феликс фон Шварценберг сопровождал Бальзака на поле сражения при Ваграме Семейство Шенбург и Киселевых оспаривали друг у друга честь принимать писателя у себя Он виделся также с ученым ориенталистом бароном Иосифом фон Хаммер Пургшталем который перевел по его просьбе на арабский язык знаменитую надпись из шагреневой кожи она великолепно она великолепно звучала по-арабски благодаря афористической краткости этого языка правда согласно тексту романа надпись была сделана на санскрите однако Хаммер Пургшталь санскрита не знал какая важность кто заметит разницу барон подарил Бальзаку драгоценный талисман перстень печатку бедук и сказал при этом в один прекрасный день вы оцените значение скромного дара который я вам вручаю семя упало на благодатную почву вскоре Бальзак уже всем рассказывал сам этому веря что его замечательный перстень некогда принадлежал пророку Магомету что он был похищен англичанами у великого могола который предлагал в обмен на него груды золота и алмазов бедук восходит примехонько к Адаму бедук может сделать человека невидимкой бедук приносит счастье в любви бедук исцеляет от всевозможных недугов еще одна таинственная сила прибавилась к тем которыми как ни без основания считал Бальзак он был наделен барон фон Хаммер намекая на гигантский труд своего гостя и на множество созданных им героинь сравнил писателя с Гераклом который в одну ночь лишает невинности пятьдесят девственниц Астольф де Кюстин находившийся в Вене одновременно с Бальзаком отметил необычайный успех каким там пользовался писатель он в письме к Софии Г. Кюстин писал наш друг поставил меня в затруднительное положение он познакомил меня с некой полькой весьма остроумной дамой из степей Украины и самой ученой женщиной с берегов Дона который перед тем сказал будто я самый красноречивый человек какого он когда-либо встречал я не знал что сказать если бы я прислушался к голосу гордости то поступил бы по примеру нынешних светских людей и не раскрыл бы рта вместо этого я старался держаться как можно любезнее но все время чувствовал себя так словно играл роль мне казалось будто я разучиваю все одни и те же гаммы поэтому я не мог вести себя естественно в обществе этой дамы которая впрочем особо весьма благовоспитанная по мнению Кюстина у Бальзака на этот раз хватило такта гений и такт не всегда уживаются между тем Ганские готовились возвратиться в свое украинское царство а Бальзака все призывало в Париж впрочем ему даже хотелось туда вернуться посылаю вам тысячу поцелуев ибо мной владеет столь сильное желание что все мимолетные ласки только разжигают его видно нам не удастся побыть наедине ни одного часа ни одной минуты эти препятствия до такой степени воспламеняют меня что думается мне стоит ускорить свой отъезд да вот беда он израсходовал все наличные деньги надо было уплатить за номер в гостинице да еще предстоял обратный путь но это пустяки вексель на имя Варде все разрешит венские ротшильды охотно учтут его что касается Варде то он удержит эту сумму из гонорара за лилию долины а если у него не найдется свободных денег пусть обратится госпоже Сюрвиль Варде оплатил вексель и Бальзак превозносил его за это до небес поверьте друг мой отныне мы с вами связаны и на жизнь и на смерть пребывание в Вене принесло Бальзаку по крайней мере ту пользу что он ощутил степень своей известности когда он выходил из концерта какой-то студент поцеловал ему руку Европа любила его люди обставляли свои покои на манер Бальзака созданный писателем мир покорил планету Париж улица Батай июнь 1835 года после блестящей венской интерлюдии Бальзак снова взваливает ношу на плеч если верить тому что он пишет госпожа Ганской то родные сразу же по приезде доставили ему большие огорчения ни к чему непригодный Анри грозил пустить себе пулю в лоб тогда как ему просто надо было трудиться сестра Лора была видимо тяжело больна дорогая любимая матушка совсем потеряла голову от горя конечно он все несколько драматизирует чтобы растрогать Эвелину не подававшую признаков жизни желая узнать о ней новости Бальзак советовался с ясновидящей она сказала что вы написали в Париж и справлялись обо мне она она нашла что сердце у вас несколько расширено но никакой опасности нет ваше сердце как и ваше чело развито больше чем у прочих смертных я испытал настоящее умиление когда она сказала мне тем торжественным тоном какой свойствен ясновидящим особо эти сильно к вам привязаны они вас по-настоящему любят в будуаре выдержанном в белорозовых тонах этот человек во всеоружии своей мысли чернил и бумаги яростно боролся заделывая бреши в своем бюджете тут же возникавшие вновь лора Сюрвиль поступила безрассудно в отсутствие Бальзака ей пришлось помочь Верде уплатить по векселю и она отнесла в ломбард столовое серебро которым так дорожил ее брат и вот мне теперь приходится работать день и ночь чтобы исправить последствия нелепых поступков таким образом мне предстоят три или четыре месяца каторжных работ и я прошу вас быть в это время снисходительнее у меня не будет возможности писать вам так часто как хотелось бы я должен закончить почти одновременно лилию долины воспоминания новобрачной подготовить и том для верде и том для госпожи бэше все в один голос жалуются на меня но не испытывайте пожалуйста угрызений совести я никогда в жизни не пожалею о своей поездке хотя она была очень короткой и главное нам не давали почти ни минуты побыть вдвоем больше чем когда бы то ни было ему нужно творить 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 и эта необходимость как бы пришпоривает гений Бальзак за одну ночь он написал новеллу оказавшуюся подлинным шедевром обедня безбожника в три дня закончил дело об опеке работать постоянно работать ночи заполненные лихорадочным трудом сменяют одна другую дни отданные обдумыванию произведений следуют чередой почтенная вдова дюран уединенный живет на улице батай дрожайшая и любезная вдова писали Бальзаку друзья он отвечал вас будет ждать чашка кофе со сливками такой кофе умеет варить только вдовы но говоря по правде ему ни к чему были посетители он был поглощен своим грандиозным трудом за исключением нескольких чудесных и счастливых взлетов Бальзак работал мучительно еще со времени Шуанов он взял за правило рассматривать любой свой набросок как канву для будущего произведения а вышивал он уже в корректуре у писателя был очень неразборчивый почерк поэтому первые гранки для него набирали старинными литерами так называемыми гвоздями затем следовало столько корректур что издатели относили их насчет автора наборщик типографии писал Шан Флери беря в руки корректуру Бальзака чувствовал себя каторжником отрабатывающим урок справившись с нею он отдыхал исполняя более легкую работу этот всегда нуждавшийся писатель которого по пятам преследовала свора взаимодавца ни при каких обстоятельствах не поступался к качествам своих произведений как упрямый плавильщик по меткому образу Теофиле Готье он по 10-12 раз подряд бросал металл в тигель если металл этот не желал заполнять все извивы литейной формы бывало что типография подолгу ждала текст а потом Бальзак внезапно присылал сразу две сотни листков лихорадочно исписанных за пять ночей вот рассказ Эдуарда Урляка который приводит в своей книге Шанфлери его манера известна это черновой набросок хаос нечто апокалиптическое какая-то китайская грамота типограф бледнеет времени в обрез почерк неслыханный постепенно чудище принимает трестойный вид его мало-помалу переводит на общепонятный язык автор присылает первую а затем вторую корректуру они расклеены на громадных листах каких-то афишах ширмах от каждого типографского значка от каждого набранного слова берет начало оперенная стрела она змеится и сверкает как ракета конгрива а в конце рассыпается светящимся дождем из фраз эпитетов существительных подчеркнутых зачеркнутых перечеркнутых беспорядочно налезающих друг на друга ни с чем не сравнимое зрелище представьте себе четыреста или пятьсот таких арабесок переплетенных слившихся карабкающихся одна на другую переползающих с поля одного листа корректуры на поле другого устремляющихся с севера на юг представьте себе дюжину географических карт где смешаны в кучу города реки и горы клубок перепутанный кошкой иероглифы династии фараонов или бенгальские огни двадцати праздников сразу приходится работать наугад полагаясь на милость божью типография приходила шестая восьмая десятая корректура все они были исчерканы снабжены множеством дополнений и спещерены стрелами для того чтобы создавать по нескольку томов в год при таком методе работы нужна была сверхчеловеческая воля когда Бальзак трудился над каким-нибудь большим произведением он исчезал на два или три месяца так некоторые реки внезапно уходят под землю а потом вдруг стремительно появлялся на свет Божий с шедевром в руке тяжело дыша в полном изнеможении но при этом веселый и довольный он с размаху опускался на диван разминал сардины в масле намазывал на хлеб это месиво напоминавшее ему свиную колбасу которую так любят в туре проглатывал тортинку и засыпал на час титан казался совершенно обессиленным но огонь похищенный им у Юпитера вдохнул жизнь в сотню созданных из глины человечков в 1835 году самым дорогим его сердцу произведением которое он хотел во что бы то ни стало завершить была лилия долины в конце в конце июля он отправился в Булоньеру госпоже де Берни потом жил некоторое время в Афропеле у Зюльмы Коро он пропустил время сирени уже наступило время роз его верный друг Зюльма поглощенный заботами о семье теперь менее внимательно чем прежде следил за творчеством своего дорогого гостя но в доме этих славных людей он чувствовал себя спокойно здесь ему хорошо работалось в часы отдыха Бальзак с удовольствием слушал рассказы майора Коро о комете которая приближается к земле и рассказы другого майора переолы о сражениях в которых тот участвовал об артиллерии об императоре Наполеоне почти все свои ночи Бальзак посвящал работе над лилией долины он предвидел что она станет одной из его лучших книг уподобится прекрасной беломраморной статуе в ней будет описано сладострасти которое охватило двух людей с девственными и неиспорченными сердцами женщина безукоризненной нравственности выдерживает натиск юноши опьяненного ее красивыми плечами но она не в силах до конца побороть жгучее желание и оба эти существа Феликс де Ван Денес и Андриэта деморсов страстно влюбленный друг в друга но отказавшийся от близости из уважения к законам божеским и человеческим приходят к двойной катастрофе Феликс вступает в связь с красавицей англичанкой которая принесет ему наслаждение но не даст счастья Андриэта же мучительно страдает от собственной добродетели и умирает кощунственно сожалея о том что не нарушило святости семейного очага этот роман Бальзака производит возвышенные впечатления кроме того как всегда в его произведениях человеческие страсти неотделимы от социального механизма это история ста дней увиденная из замка на Луаре замечает Ален и в самом деле герой книги оказывается в Клошгурде как эмиссар гентского короля примечание во время ста дней король Людовик XVIII бежал в Бельгию в город Гент откуда вернулся 8 июля 1815 года после вторичного отречения Наполеона в назидательном письме которое Анриэта написала Феликсу направляющемуся ко двору короля в эту неведомую страну с незнакомым ему языком изложены глубокие взгляды на политику и на общество с какой радостью покинувшая свет женщина собирает крупицы своего горького опыта чтобы передать его мужчине отраку которого она любит прежде всего говорит это исполненное материнских чувств возлюбленное вы должны принимать общество и его мораль такими каковы они есть я не говорю с вами ни о вере ни о чувствах здесь речь идет о пружинах неумолимой машины из золота и железа это образцовое возлюбленное на удивление практично сами добродетели к которым она хочет приобщить молодого человека должны помочь его успехом в обществе прямота честь верность и учтивость приведут вас к успеху наиболее прямым и надежным путем истинная учтивость цветок милосердия в ней заключена идея христианства если вас попросят о чем-нибудь чего вы не можете сделать откажитесь наотрез не внушая ложных надежд не будьте недоверчивы не банальны не чересчур ревностны избегайте этих трех подводных камней слишком большая доверчивость уменьшает почет которым мы пользуемся банальность навлекает на нас презрение излишнее рвение дает повод помыкать нами кроме того дорогое дитя в жизни у вас будет не больше двух трех друзей одно из важнейших правил поведения поменьше говорить о себе нынешняя же молодежь созревает слишком скоро а потому судит свысока о поступках мыслях книгах она рубит с плеча еще не научившись владеть мечом избегайте этого недостатка и так угождайте влиятельным женщинам влиянием же пользуются пожилые женщины они будут вам преданы всем сердцем ибо покровительство заменяет им любовь что касается молодых женщин то ему следует избрать одну единственную служить всем женщинам любить только одну были ли в этом таком бальзаковском письме автобиографические черты а как же иначе пережитый опыт даже независимо от воли автора проступает во всем что он пишет в характере феликса де ван дэнниса можно было обнаружить меланхолию робости неистовое желание он рэда бальзака испытанные им скажем во время бала который происходил в туре в 1814 году когда подросткам он вдыхал благоухание исходившее от женщин но феликс отпрыск знатного рода мог сделать карьеру в свете он и не имевший могущественных покровителей мог рассчитывать только на свои сочинения практическим умом и самоотверженностью анриэта де морсов походила на лора де берни одна отказалась принадлежать своему возлюбленному другая отдалась ему и обе умирали от любви в одном из писем ганской бальзак называет лора де берни небесным созданием госпожа де морсов лишь ее бледная копия он хочет чтобы его смотрела на анриэту как на двойника серафиты и чтобы сама его пожелала стать одновременно госпожой де морсов и леди дедли соединить в себе чистоту одной и чувственность другой можно ли найти черты габриэля де бурни в образе господина де морсов вероятно однако бальзак хотел воплотить в нем все черты дворянина эмигранта и сырого мужа писатель льстил себя надеждой что в образе леди дедли ему удалось запечатлеть любящую англичанку в лилии долины я немногословно но очень точно описал женщин этой страны но дело не в прототипах гораздо важнее вся картина создавая это полотно бальзак стремился победить своего врага Сент-Бева на ресталище которое тот выбрал сам и бальзак без труда выиграл сражение роман сладострасти не лишен некоторых достоинств но ему не хватает жизненности и силы бальзак снисходительно замечал это слабое вялое многословная книга но в ней есть превосходный страниц госпожа де Берни осуждала сладострасти то место романа где описано как любовник чтобы освободиться от томительного желания и направляется в злачные места возмущало ее лилия долины приводила ее в восторг после чтения книги она сказала бальзаку что это и впрян лилия долины в ее устах слова эти звучат как большая похвала она ведь скупа на комплименты автор сам признавался что доволен своим детищем но лилия если лилия не станет настольной книгой для женщин то я ничего не стою сочетать добродетель и драматизм не растерять при этом чувства пользоваться слогом и языком массильона все эти задачи я разрешил уже в первой части романа но для этого мне пришлось затратить 300 часов на чтение корректур они стоили редакции ревю де пари 400 франков а у меня до сих пор ноет печень примечание массильон жан баптист 1663-1742 годы французский проповедник с большим красноречием и патетикой излагавший суровые высокие моральные истины критика вела себя недостойно и низко господин де бальзак писал в новель минер пельтан поминутно нарушает правила приличия тем не менее в некотором умении ему отказать нельзя он добрый гений провинции и читальных залов мы признаем что он не менее популярен чем поле де кок ханжеская критика возмущалась тем что анриета де морсов на смертном адре сожалела об отвергнутых ею наслаждениях да все газеты враждебны лили все они поносят и оплевывают ее мне доподлинно известно что газет де франс хулит книгу потому что я не хожу к месси котидьен потому что редактор хочет мне отомстить словом у всякого свой резон я надеялся что верде продаст две тысячи экземпляров но нет разошлось всего тысяча триста так что и денежные интересы ущемлены некоторые невежды не понимают как прекрасна смерть госпожи да морсов они не видят что в ней борется плотское и духовное начало ведь это сущность христианства они усматривают тут только бунт обманутой плоти только протест обманутого в своих надеждах тела и не желают отдать должное возвышенному спокойствию духа когда графиня причастилась и умирает как святая позднее бальзак решится написать неведомое сражение происходящее в долине эндра между госпожой де морсов и страстью быть может не менее величественно чем самые великие из известных нам сражений после чтения книги госпожа де бурни объявила теперь я могу умереть я уверена что ваше чело уже увенчано венком о котором я мечтала для вас лилия долины возвышенное произведение без погрешности и изъяна вот только напрасно госпожа де морсов испытывает перед смертью эти ужасные сожаления они вредят прекрасному письму которое она перед тем написала бальзак исключил из второго издания сто строк которые покоробили госпожу де бурни я не пожалел ни об одной из этих строк и всякий раз когда мое перо вычеркивало фразу я испытывал глубокое волнение которое редко охватывает душу мужчины проницательная зюльма все поняла поняла она и кое-что другое как нехорош замысел лилии долины тысячу женщин читая книгу скажут это не совсем то ибо несмотря на все интимные признания которые были вам сделаны существуют вещи которых вам никогда не расскажут потому что рассказывать о них стыдно есть немало недостойных побуждений о которых никогда не говорят а если даже близкий человек их и обнаружит то станут отпираться бедная зюльма отпираться или умалчивать не значит ли это тем самым делать признание в последний раз Бальзак гостил в Булоньере у вдохновительницы Лилии Долина госпожи Деберни в октябре 1835 года он там работал в тиши над Щеголем старое название автор присвоил теперь новой книге брачный контракт произведение это входило в серию книг о битвах судейских начатую полковником Шабером сначала повесть эта называлась «Мировая сделка» и продолженную делом об опеке показывая что грозные потрясения в частной жизни нередко облекаются в нотариальные акты которые затрагивают имущественные интересы сторон Бальзак открыл по словам Бардеша совершенно нетронутую область драматических конфликтов и помогли ему это сделать воспоминания той поры когда он служил клерком устряпчего Бальзак Лори Сервиль «Я с честью выполнил то, что наметил описав одну только сцену брачного контракта и осветил будущее двух супругов» во время своего пребывания в Болоньере он заметил что госпожа Дебурни как будто меньше страдает от приступов сердцебиения однако судьба по-прежнему упорно преследовала ее месяц спустя больной женщине уже похоронившей четверых детей и ставшей свидетельницей безумия своей дочери Лоры Александрины пришлось просиживать ночи напролет у изголовья любимого сына Армана заболевшего чахоткой сраженная этим новым несчастьем и испытывая смутные угрызения совести она умоляла Бальзака больше не приезжать и даже не писать ей вы знаете что в минуты когда у человека все внутри напряжено малейшее потрясение вызванное сильным чувством или неосторожным словом может сразить наповал какое грустное положение Арман скончался и убитая горем мать теперь лишь изредка переписывалась соноре он понимал что она обречена Бальзак госпоже Бальзак ах милая матушка я вне с тебя от горя госпожа Деберни умирает надеяться больше не на что один только я да господь бог знаем как велико мое отчаяние а ко всему еще надо работать Бальзака снова преследует свора взаимодавцев прекрасная вдова Бэше которая в 1833 году была так любезна показывала в ярости свои острые зубки она выплатила аванс за романы и теперь тщетно их ждала милейшая дама жаловалась на коммерческие затруднения с необыкновенной злобой она угрожала прекратить всякие выплаты если рукописи не поступят в срок Бальзак в свою очередь жаловался на эти мелкие придирки обещал прислать музей древностей утраченные иллюзии и в обмен на эти посулы получал еще пять тысяч франков но он забрал уже почти всю сумму которая причиталась ему по договору за этюды о нравах подумать только за пятьсот франков ему надо писать целых два тома я должен трудиться почти ничего не получая за это не будь он Бальзаком его финансовое положение к концу 1835 года было бы просто катастрофическим денежные дела подобны проволоке по которой он то и дело съезжает с высот славы в грязное болото он берет в долг у доктора Накара у Борже у отзывчивой госпожи Делануа у дядюшки Даблена верде со своей стороны заранее выплатил ему гонорар за лилию долины домовладелец улицы Кассини живя уже на улице Батай Бальзак сохраняет за собой прежнюю квартиру требует причитающуюся ему за полгода плату госпожа Бальзак весьма нерегулярно получает обещанную ей ежемесячную ренту и все-таки он не сдается его распоряжение есть крайние средства во-первых можно выпустить новое издание юношеских романов подписанных псевдонимом Оразде Сен-Тобен скажет что автор он а он станет отрицать никто не поверит невелика важность ведь ему предлагают десять тысяч франков во-вторых он может на свои средства издать третий десяток озорных рассказов а потом уступить весь тираж за более высокую цену в РД кроме того когда госпожа Бэше полностью распродаст этюды о нравах их можно будет предложить другому издателю за сорок пять тысяч франков стало быть он богат почему бы не приобрести наконец собственный дом недвижимость необходима ему для избирательного ценза это нужно для его политической карьеры ведь он лишается ценза из-за того что госпожа Бальзак вздумала вдруг продать свой дом увы на самом деле в декабре 1835 года пассив его баланса составляет сто пять тысяч франков если исключить из них сорок пять тысяч франков которые Бальзак должен матери то остается все же 60 тысяч франков долго посторонним лицами издателем Верде этот ангел-хранитель в обличии книга-издателя находится при последнем издыхании но разве у Анаре нет чудодейственного перстня Бедук какой-нибудь счастливый случай непременно спасет и автора и издателя Белос начавший публиковать в своем журнале Серафиту отказался печатать продолжение романа ибо читатели ничего не могли понять в этой несусветной Галиматье Верде берет произведение и выпускает его вместе с Луи Ламбером и изгнанниками в одном томе под общим названием «Мистическая книга» разрыв со всемогущим Белозом казался сущим безумием но Верде не скупится на объявления а ссора с прежним издателем о которой раструбили газеты послужило неплохой рекламой первое издание несусветное Галиматьи быстро расходится вновь появляется надежда таких книг как Горио можно написать много Серафиту создают только раз в жизни но три месяца спустя наступило разочарование мистическая книга особого успеха тут не имеет второе издание распродается туго госпожа Деберни писала из своего уединения суровые письма только она одна имела мужество говорить мне прямо что речь ангела смахивает на речь грезетки начало книги казалось мне хорошим но теперь когда появился конец она выглядит мелким я сам вижу что нужно нарисовать обобщенный образ женщины как я это делал создавая другие образы произведения к несчастью мне понадобится полгода для этой переделки а тем временем люди с возвышенной душой станут упрекать меня за погрешности которые бросаются в глаза правда ревностный католик Томаси прочитав Серафиту приехал в столицу чтобы обнять Бальзак правда выдающийся ученый Жофруа Сент-Илер который мне когда так восхищался юноша Бальзак взял эпиграфом для своего капитального труда синтетические исторические и физиологические понятия натур философии фразу заимствованную из мистической книги наука едина а вы расчленили ее при этом ученый прибавил я обязан этим эпиграфом одному из величайших писателей нашего века однако госпожа Ганская которой была посвящена книга получив рукопись переплетенную в кусок материи отрезанной от ее серого платья так легко соскользнувшего на паркет в Женеве хранила молчание тревожившее автора грозная тетушка Розалия Ржевуская по-прежнему враждебно относившаяся к французу любовнику Эвелины посеяла в душе ганской сомнение в ортодоксальности серафиты в конце концов Ева написала об этом Бальзаку он возмутился ни один из авторов религиозных книг не доказывал с большей энергией существования Бога разумеется Сведенборг не исповедовал религию святого Петра и Боссюэ Ваша тетушка напоминает мне убогого христианина который увидев что Микеланджело рисует в Сикстинской капелле голую женщину с возмущением спрашивает как это папы позволяет украшать стены собора святого Петра столь возмутительными изображениями Путь к Богу лежит через веру более возвышенную чем вера Боссюэ это вера святой Терезы и Фенелона Сведенборга Якова Бюме и Сен-Мартен Короче говоря Эвелина исповедует догматы римско-католической церкви Бальзак последователь Сведенборга но он рассматривает католицизм как поэзию и могучее оружие в борьбе духа и плоти разве не доказывает Лилия Долины что Бальзак признает величие римской церкви не меньше чем та которая стремилась обратить его в истинную веру отныне он отваживается полемизировать с владелицей верховни соблюдая однако при этом должную учтивость и постоянно напоминая о своей любви Утраченные иллюзии Все что делаешь надо делать хорошо даже даже если совершаешь безумство Бальзак Всем членам небесного семейства была присуща общая черта невероятная способность создавать себе иллюзии они предпочитали свои упования реальности и точно дети не умели отделять воображаемое от действительного таков был Бернар Франсуа такой была Лора таким в 37 лет оставался Ионоре он не без некоторого самолюбования признавал это сам подобная эксцентричность была удобна а порой служила прекрасным извинением Зельма Каро которой дружеская привязанность не мешала трезво судить о Бальзаке говорила бедный Онере химера за которой он вечно гонится неизменно ускользает от него все друзья Бальзака Готье Гозлан Гарде рассказывали невероятные часто приукрашенные истории о его сумасбродных начинаниях он признавал свой недостаток но старался оправдать себя в глазах госпожи Ганской которая упрекала Онере в том что в делах его постоянно надувают между тем как в своих произведениях он выказывает необычайную проницательность Увы разве вы любили бы меня если бы я постоянно не оказывался жертвой надувательства Дни и ночи напрягая все силы и способности я работаю пишу изображаю описываю вспоминаю я медленно с трудом взмахивая ранеными крыльями пролетая над духовными областями литературного творчества как же я могу стоять обеими ногами на житейской почве когда Наполеон находился в Эслинге он не мог присутствовать в Испании если человек не хочет быть обманутым в житейских делах в дружбе в своих начинаниях в отношениях всякого рода он не должен любезной графиней затворнице живущая воединений заниматься ничем иным он должен быть только финансистом или светским человеком или деловым человеком разумеется я отлично вижу что меня обманывают или собираются обмануть что тот или иной человек предает меня либо вот-вот предаст либо поспешно скроется вырвав у меня клок шерсти но в ту минуту когда я это предчувствую предвижу или узнаю мне нужно сражаться в другом месте я обнаруживаю козни именно тогда когда я полностью поглощен творчеством судьбой книги спешной работой которая пойдет прахом если я не закончу ее в срок часто я достраиваю хижину освещенную заревом пожара в котором сгорает один из моих домов блистательная защита и в сущности убедительная у него были золотые идеи почти все деловые начинания в которых он потерпел неудачу принесли богатство другим людям не только словолитней спекуляции земельными участками но переиздания классиков и реклама парфюмерных изделий однако дело в том что художник творит в мире где он подобен божеству когда он вынужден бороться со случайностями и препятствиями созданными не им он тотчас ищет спасение в творчестве где самые тяжелые его неудачи оборачиваются великолепными сюжетами лора сервиль описывает как брат иногда приходил к ней угрюмый подавленный пожелтевшим лицом и начинал рассказывать о своих новых затруднениях и подавленный хорьбе в хорьбе в хорьбе в хорьбе в хорьбе Продолжение следует...